Шань полностью доминирует на поле боя, но в глазах юнаша не было паники. Пока он уклонялся и крутился волчком, уходя от бесчисленных ударов ладоней, его глаза загадочно мерцали, будто Юньфой о чем-то сосредоточенно размышлял. В плане навыков ближнего боя Бай Юньфой явно уступал своему противнику. Он был очень быстрым и гибким, однако уже через несколько минут бреши в его обороне стали отчетливо заметны. Старейшина Чжан успешно нанес удар дланью льда ему в плечо и, несмотря на защиту духовной брони, Бай Юньфой был вынужден отшатнуться с болью на лице на пару шагов. Ледяная цыжа дна ринулась внутрь его тела, циркулирующая его духовную силу семя пламени на миг расширилась и тут же сжалась, и часть элементального огня скользнула к его левому плечу, заставляя ледяную цыжа мгновенно исчезнуть. Ощутив лицом зловещий пронизывающий ветер, Бай Юньфой приоткрыл глаза и увидел, что к его голове уже приближается искореженная ладонь противника, обернутая в вихрь ледяной энергии. Не успевая увернуться, Бай Юньфой выставил перед собой обе руки, чтобы защитить лицо. Раздался приглушенный хлопок, и юноша снова отшатнулся на полшага. Впрочем, благодаря защите на руча, он едва ли получил какой-то урон. После первого удара ладонью последовал второй, еще более мощный. Бай Юньфой, сохраняя прежнее положение, снова позволил на ручу принять на себя удар. После нескольких атак Чжан Чжиньшань осознал, что так он вряд ли сможет нанести существенный урон, и начал осыпать ударами плечи юноши. Оступаясь и пытаясь увернуться, Бай Юньфой выставил перед собой правую руку горизонтально. Этим движением он еще больше открылся для нападения, и Чжан Чжиньшань незамедлительно обрушил на него целый шквал ударов. Позиции оппонентов полностью поменялись местами. Теперь Чжан Чжиньшань бешено атаковал, а Бай Юньфой ушел в глухую оборону. Но, если бы кто-то мог видеть глазами юноши, то заметил бы некую странность. Бай Юньфой будто бы намеренно упустил несколько шансов контратаковать, полностью сосредоточившись на защите. Он словно чего-то терпеливо дожидался. В какой-то момент Юньфой пропустил удар в живот, но сумел заблокировать на ручем следующий удар. Внезапно его глаза яростно вспыхнули, как будто тот момент, которого он так долго дожидался, наконец настал. Юноша отразил еще один мощный удар и внезапно весь подобрался. Его правая рука, вместо того, чтобы отразить новый удар старейшины Чжана, направленный ему в живот, ушла назад. Не пытаясь принять каких-либо мер для защиты или уклонения, юноша неожиданно сделал короткий шаг вперед. Его правая рука сложилась в кулак и без колебаний нанесла один единственный удар. Бам! Длань льда обрушилась на живот Юньфая, тогда как его собственный кулак нанес сокрушительный удар старейшине в грудь. Девятикратный кулак. Бам! Крак! С хрустом ломаемых костей тела Чжан Чжиньшаня, словно перышко, отлетело в сторону, а из его рта волной хлынула кровь. Бай Юньфую, в свою очередь, пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы сохранить равновесие. В уголках его губ также показалась кровь. Это была первая контратака Юньфая после того, как он убрал свое багровое копье. И этот удар, нанесенный в условиях непрекращающейся осады противника, принес свои плоды. Дополнительный эффект плюс 10. При блокировании существует 9% шанс поглотить часть урона и добавить ее к следующей атаке. Поглощенная сила может храниться до 3 секунд. Количество конвертируемого урона не может превышать защиту данного предмета. Бай Юньфой так долго дожидался именно этого эффекта, чтобы нанести один решительный удар, объединивший в себе поглощенную силу дланильда и мощь его собственного девятикратного кулака. Этот поворот в ходе поединка был настолько внезапным, что поразил каждого из присутствующих. Естественно, самые сильные эксперты, вроде Хуныня, Яньси и некоторых других, вскинули брови в некоторой задумчивости, как будто увидели что-то занятное. При виде улетающего противника глаза Бай Юньфой опасно блеснули. Он не был уверен, что одного удара будет достаточно для окончательной победы, так что не стал расслабляться, а, мощно оттолкнувшись обеими ногами от земли, бросился следом. Он не мог дать оппоненту ни единой лишней секунды на то, чтобы прийти в себя. Выплюнувший пригоршню крови старейшина больше не пошевелился за все время полета. Судя по всему, он был не оглушен, просто его ранения были настолько серьезными, что он на какое-то время потерял способность двигаться. Скорость волновой поступи была быстрее, так что еще до того, как тело Чжан Чжиньшаня коснулось земли, Бай Юньфой уже нагнал его и выбросил вперед правую руку, собираясь схватить его на лету. Стой, мы признаем поражение. В этот момент раздался громогласный крик, и откуда-то слева выметнулась стремительная фигура. Подхватив Чжан Чжиньшаня одной рукой, этот человек направил вторую руку свихрящейся вокруг нее энергии льда прямо в грудь Юньфая. Это был никто иной, как Лючин. Удар Бай Юньфая и печальное состояние старейшины Чжана поразили всех членов школы льда. Лючин оценил положение и, опасаясь, что Бай Юньфой просто убьет старейшину, бросился вперед, чтобы прервать поединок. Ничего другого он в настоящий момент предпринять просто не мог. Кулак Бай Юньфая остановил ладонь Лючина, но дальше юноша продолжать не стал. Он внезапно застыл, ошеломленно глядя на вытянутую ладонь старейшины Лю. Только что, когда Лючин нанес удар, Бай Юньфой отчетливо различил в складках его рукава голубой браслет. Ошибки быть не могло. В точности, как и сам Бай Юньфой, старейшина Лю зачем-то напялил этот несуразно выглядевший браслет. Но для юноши причина была очевидна, ведь этот браслет позволял своему владельцу получить прибавку в скорости. В груди юноши засвербила, жаркая волна ярости поднялась в его душе и хлынула в тело. Эта ярость была просто непреодолима. Глаза Бай Юньфой мгновенно налились кровью. Он снова сжал правую руку в кулак и шагнул к Лючину. Старейшина Лю за секунду до этого оглянулся на Чжан Чжиньшаня и увидел, что на его лице застыла гримаса боли. Изо рта по-прежнему текла кровь, но он все же смог найти в себе силы не упасть на месте, почувствовав твердую почву под ногами. Очевидно, о продолжении поединка можно было забыть. Но когда Лю Чен снова посмотрел на Бай Юньфуя, собираясь что-то сказать, то обнаружил, что тот бесшумно приблизился и в этот самый момент уже наносил удар. Встревоженный Лю Чен понимал, что не может уклоняться с Чжан Чжиньшанем за спиной, так что лишь выставил перед собой руки, направив в них свою духовную силу. Старейшина приготовился заблокировать удар юноши. Искусство наложения волн, 80 и 1 кулак. Это была техника, которую Бай Юньфуя еще ни разу не применял на практике. Даже в только что закончившемся поединке он не решился к ней прибегнуть. Это была сильнейшая атака искусства наложения волн. Бам, крак. Ситуация повторилась. Как и у Чжан Чжиньшаня, кости старейшины Лю издали хруст, а его тело отправилось в полет. Никто не заметил, как во время этого недолгого полета из его рукава выпали несколько голубых осколков. Мерзавец, ты сам ищешь смерти. Юйфы, как и Лю Чен, вышел вперед, чтобы прекратить поединок, но в итоге заколебался, стоит ли вмешиваться. Однако при виде того, как ранили еще одного его старейшину, в его сердце вскипело негодование. Весь окружающий воздух, казалось, замерз. Его рука, вокруг которой сгустились толстые жгуты морозного воздуха, обрушилась на Бай Юньфуя. В этот миг легкий порыв ветра прошелестел в замерзшем воздухе. Прежде чем ладонь Юйфуя коснулась юноши, этот ветер отбросил Юйфуя прочь. Его тело проволокло несколько метров по земле. Наконец Юйфуя сумел подняться, растирая левой рукой грудь в уголках его губ показалась кровь. Глаза главы гильдии ошеломленно уставились на спокойно стоявшего возле Юньфуя Хуныня. Это должен был быть честный поединок, однако сначала в него вмешался старейшина Лючин, а затем и глава Юйфы. Как это понимать, ровным голосом проговорил он, наблюдая, как Муваньцин и Ючинфэн спешат к Бай Юньфаю. Глядя на постепенно подтягивающихся к этому месту людей, Юйфай потемнел лицом, а его глаза лихорадочно заблестели, обдумывая положение. Бай Юньфай подавил желание сплюнуть кровь и уперся взглядом в главу школы льда, тяжелым голосом проговорив «Я победил, верни мне мой ледяной шип». После этих слов он взглянул на стоящего рядом Хуныня, уловив невысказанную просьбу. Хунынь исчез из виду, а в следующую секунду возник прямо перед Юйфаем, смирив его холодным взглядом. «Я, так и быть, закрою глаза на ваше недостойное поведение, давай сюда ледяной шип и проваливайте». Увидев Хуныня практически в шаге от себя и ощутив его давящую мощь, Юйфай невольно отступил на шаг. Он знал, что даже вся школа льда в полном составе не сможет справиться с этим человеком. Лицо Юйфая позеленело, затем побелело. В конце концов, он достал ледяной шип и с мукой на лице передал его Хуныню. После этого, ни слова не говоря, он подал знак своим ученикам забрать Чжан Чжиньшаня с лючином и быстро пошел прочь. Янь Сив в последний раз бросил на Юйфай задумчивый взгляд и также последовал за ним. Юйфай остался стоять, где стоял. Его правая рука начала непроизвольно подергиваться, с нее закапала кровь. Взрыв силы при использовании 80-и одного кулака превратил его руку в одну сплошную рану. Все мышцы и кости были повреждены и причиняли нестерпимую боль. Но юноша, казалось, не замечал этого, как не обратил внимания и на отступление врагов. Он со странным выражением лица молча глядел на осколки голубого браслета на земле. Через какое-то время Юйфай внезапно рассмеялся. В этом смехе слышались сарказмы самобичевания. Ха-ха, вот он, твой драгоценный браслет. Он поднял левую руку и слегка дотронулся до поврежденной правой. На его ладони появилась золотистая соломенная шляпа. Я подарил его тебе, но тебе он, похоже, не нужен. Так почему я должен хранить эту вещь? Пуфыв, появившийся с легким хлопком шар огня, быстро превратил шляпу в пепел. Ветер подхватил эту горстку пепла и унес в небеса. Юйфай, ты в порядке? С беспокойством в голосе спросил Хунынь. Бай Юйфай закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Медленно выдохнув, он открыл глаза. Будто освобожденный от тяжкого бремени, он безмятежно улыбнулся окружившим его людям и кивнул. Со мной все хорошо, не переш, прежде, чем он сумел закончить фразу. Лицо юноши внезапно затвердело. Его тело начало заваливаться на бок. Пораженный Хунынь поспешно подхватил его, не дав упасть. Глаза Юньфая были закрыты, а лицо искривилось в болезненной гримасе. Все его тело застыло, словно он прикладывал все свои силы, чтобы выдержать чудовищную, невыразимую словами боль. Неожиданное развитие событий посеяла в их рядах панику. Чу Юйфа смотрела на Юньфая с таким видом, будто вот-вот заплачет. Ему Ваньцину тешающе погладила ее по плечу. После этого она, взглянув на Хуныня, внимательно осматривающего юношу, прошептала. Хунынь Юньфай должно быть. Молодой человек лишь угрюмо кивнул. Это откат, которого мы боялись. Мы должны сейчас же вернуться в школу и что-нибудь придумать. Глава 86. Духовный гриб огненного семени школа Зеленой Ивы. В одной из усадеб в западном крыле, в комнате на кровати лежал Бай Юньфай. Странное багровое свечение покрывало все его тело. Его брови болезненно сошлись на переносице, а кулаки были так плотно сжаты, что из-под ногтей сочилась кровь. Впрочем, она испарялась почти в ту же секунду, как появлялась, на руках и шее набухли вены. Правая рука была заметно покорежена. Кожа потрескалась и напоминала иссушенную землю, а из трещин сочилась быстро испарявшаяся кровь. В воздухе вокруг юноши витал едва заметный кровавый туман. Жара в комнате была вызвана самим Юньфаем, и температура все еще росла. Даже на матрасе под ним появились черные проплешины. Выглядело так, будто внутри его тела ярится некое огненное божество, словно оно вот-вот вскроет его грудную клетку, вырвется наружу и сожжет все вокруг дотла. Хунынь сидел у кровати, положив обе руки на живот юноши. Его брови были сведены, а глаза плотно закрыты. Через некоторое время он открыл глаза и медленно поднялся. Обернувшись, Хунынь посмотрел на Юцинфына и остальных. Старший брат Хунынь, что происходит с братцем Юньфаем. С ним же все будет хорошо, правда? Пожалуй, статы должен спасти его. Заметив, что он поднялся, Чу Юйх и тут же подбежала к молодому человеку. Просительный взгляд ее огромных глаз уставился на него снизу вверх. Юйцинфын также подошел поближе и взглянул на прикованного к постели Бай Юньфуя. После этого он спросил с беспокойством в голосе. Хунынь, состояние маленького брата Юньфуя выглядит не слишком обнадеживающим. У тебя появились какие-нибудь идеи? Хунынь со вздохом тряхнул головой Юньфой сейчас в чрезвычайно опасном положении. Я понятия не имею, какой метод он использовал, чтобы взлететь на ступень ядра духа. И не знаю, как он сумел сконденсировать огненную эссенцию в семя пламени. Но из-за этой поспешности его тело не смогло гармонизироваться с элементом огня. К какому бы способу он не прибег, но это, как ни удивительно, позволило ему наполовину завершить конденсацию эссенции в семя и достичь прорыва. До битвы это не имело особого значения, но чем больше он пропускал через себя и использовал элементальную энергию огня, тем в более затруднительное положение себя загонял. Поскольку он не имел контроля над половиной поглощаемой его телом энергии огня, ее количество с каждым разом становилось все больше. В результате, он не смог больше ее сдерживать, и сейчас она сжигает его тело изнутри. Если все так и продолжится, то, боюсь, он может умереть. Молодой человек еще больше посмурнел. В настоящий момент внутри его тела царит хаос. Я просто не рискну попытаться что-то исправить. Если бы здесь был духовный практик с элементом воды, то он бы смог на какое-то время смягчить симптомы. Однако, увы, с моим элементом ветра или с вашим элементом дерева совладать с бушующей в его теле энергией огня мы не сможем. Тогда что же нам делать? Ты же сам только что сказал, что чем дольше мы ждем, тем ему будет хуже. Тревожным голосом проговорила Мувань Цин. Между ее бровями пролегла глубокая складка. Ю Цин Фин быстро глянул на Хуныня и вдруг выпалил. Хунынь, на самом деле ты бы мог это сделать, верно? Тебе вполне по силам удалить нестабильное семя из его тела. Молодой человек не стал отпираться. Я бы действительно мог это сделать, но это уничтожит будущее Юнь Фуя. Дело не только в том, что его уровень силы снова вернется на ступень воина духа. В таком случае он не сможет прорваться на следующую ступень уже никогда. Что? Все настолько серьезно, шокировано проговорила Мувань Цин. Неужели откат этой духовной техники настолько суров? Хунынь затряс головой. Обстоятельства Юнь Фуя не так просты. Я даже не могу сказать наверняка, что именно он сделал. Но если вкратце, то я не хочу губить его будущее. Он взглянул на Бай Юнь Фуя, чье лицо, кажется, еще больше исказилось от боли. Молодой человек склонил голову в раздумьях, его глаза странно поблескивали, будто внутри него шла какая-то борьба. Через некоторое время он, видимо, наконец принял какое-то решение. С решительным видом повернувшись к Ю Цин Фуну, он заговорил. Старший брат Ю, мне потребуется от тебя кое-какая помощь. Тот удивленно вскинул брови. А, неужели ты действительно нашел какой-то способ его спасти? Если от меня что-то нужно, то просто скажи. Я сделаю все, что в моих силах. Правая рука Хуныня мягко дернулась, и в ней неожиданно появилось множество растений. Судя по всему, это были какие-то медицинские ингредиенты, как минимум, десяток разных видов. Осторожный порыв ветра завихрился вокруг молодого человека и плавно поднял в воздух эти растения. Хунынь снова встряхнул рукой, и на его ладони засиял небольшой сгусток огня размером с кулак. Это был некий объект со всех сторон окруженный живым пламенем. С его появлением температура в комнате разом подскочила еще выше. Ореол элементального огня вокруг Баюньфыя запульсировал, отчетливо резонируя с этим предметом. Хунынь некоторое время задумчиво смотрел на эту вещь, после чего перевел взгляд на Ю Цин Фына. Используй свою духовную энергию с элементом дерева, чтобы извлечь эссенцию из этих ингредиентов. Затем нужно смешать их с этим предметом и дать Юнь Фыю. Это должно помочь ему миновать этот кризис. Ю Цин Фын изумленно рассматривал парящие перед молодым человеком растения. Каждое из них было чрезвычайно редким и дорогостоящим ингредиентом. Но когда он увидел то, что Хунын держал на ладони, то просто замер, забыв, как дышать, наконец он пришел в себя и воскликнул, выпучив глаза. Это это же, духовный гриб огненного семени. Мувань Цин также была поражена огромным количеством элементальной энергии огня, исходящей от растения в руки Хуныня. Когда она услышала восклицание Ю Цин Фына, то невольно спросила в замешательстве. Цин Фын, что это за духовный гриб? Впрочем, у меня такое ощущение, что, что он содержит эссенцию огненного элемента. Да, Ю Цин Фын кивнул, успокаиваясь, ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя, после чего он объяснил, твои чувства тебя не обманывают. Этот духовный гриб огненного семени содержит некоторое количество чистейшей эссенции элемента огня. Он растет в самой глубокой части леса духовных зверей, возле одного старого вулкана, которому уже более миллиона лет. Чтобы вырасти и созреть, этому грибу требуется, как минимум, несколько сотен лет. Духовные практики на ступени и воина духа могут использовать его, чтобы без проблем прорваться на ступень ядра духа. Он также может сконденсировать эссенцию огня в семя пламени без каких-либо побочных эффектов и риска. Даже духовный практик без малейшего сродства с элементом огня может сблизиться с этой стихией в мгновение ока, если использует этот уникальный предмет. Скажу даже так, любой практик, владеющий хотя бы одним духовным грибом огненного семени, имеет абсолютную гарантию прорваться на ступень ядра духа. Более того, практик на ступени ядра духа, выбравший другой элемент, может без риска неудачи получить контроль над эссенцией другого элемента в своем теле. Договорив, Ю Цин Фэн повернулся к Хуныню и внимательно на него посмотрел. Ты уверен, что хочешь отдать его Бай Юнь Фэю? Это, молодой человек решительно кивнул. Речь идет о спасении жизни. Поэтому, старший брат Ю, я надеюсь, ты не откажешь мне в этой услуге. Ю Цин Фэн секунду подумал, после чего отбросил колебания. Отлично, если уж брат Хунынь без раздумий жертвует такое бесценное сокровище, то я буду просто жалок, если не потрачу немного силы изначального сродства своей души. Протянув руку, он быстро схватил парящие в воздухе ингредиенты. Затем он очистил свой разум, и над его ладонью начало медленно возникать зеленое сияние. Эти потоки света заключили в себе все растения и закружили в воздухе. Сквозь зеленую пелену можно было различить, как растения медленно съеживаются и обращаются в прах. От каждого из них оставалась лишь капля чистой и прозрачной жидкости, которая тут же плавно отплывала в сторону. Ю Цин Фэн повторил этот процесс несколько раз, и все ингредиенты Хуныня обратились в прах. В воздухе поблескивали прозрачные капли жидкости разных цветов. На лбу мужчины выступили бисеринки пота, однако он перевел взгляд на духовный гриб огненного семени в руках Хуныня, не зная, нужно ли проделать то же самое и с ним. Заметив его взгляд, молодой человек произнес «Ты хорошо потрудился, старший брат Ю, этот ингредиент очищать не нужно, предоставь остальное мне». С облегчением выдохнув, Ю Цин Фэн вернул зеленое сияние обратно в свое тело, он отошел в сторону и тяжело опустился на стул. Судя по его виду, процесс очищения и извлечения эссенции из ингредиентов потребовал от него огромного количества энергии. Хунынь вытянул руку, и блестящие шарики медленно поплыли к нему. Голубой вихрь сформировался на его ладони и подхватил капельки, заставив их вращаться вокруг духовного гриба огненного семени. Через несколько ударов сердца духовный гриб внезапно с хлопком превратился в сгусток ревущего пламени размером с кулак. Это пламя мигом поглотило кружившие вокруг него капельки жидкости, и температура в комнате снова резко подскочила. На лицах уныня возникло выражение мрачной непреклонности, и голубой ураган вокруг пламени начал вращаться все быстрее и быстрее. Шар огня в его руки начал постепенно сжиматься, будто его со всех сторон сдавливала непреодолимая сила. Наконец он уменьшился до размеров кулачка младенца. Судя по всему, капельки эссенции из растений в какой-то момент соединились с пламенем и стали с ним одним целым. Хунынь незаметно перевел дух и направил шар огня к телу Юньфыя. При этом он разборчиво проговорил Юньфы, я знаю, что ты можешь меня слышать, я сейчас тебе кое-что дам, не отвергай это. Позволь этому сгустку огня добраться до твоего семени пламени и слиться с ним. Позволь ему взять под контроль элементальный огонь в твоем теле, и ты сможешь избавиться от нависшей над тобой угрозы. Глаза Юньфыя были по-прежнему плотно сжаты, а тело все так же мелко дрожало. Однако в этот момент сквозь его крепко сжатые зубы проник слабый звук, будто бы в ответ на словах уныня, сомнения ушли из сердца молодого человека. Он ухватился левой рукой за подбородок Бай Юньфыя и открыл ему рот, а правой рукой быстро пропихнул сквозь зубы юноши шар огня. Тело Бай Юньфыя зашлось в страшных судорогах, его зубы снова плотно сжались, а шар огня прошел через его горло и устремился в живот. После этого лицо Юньфыя исказилось от нового, еще более сильного приступа боли. Многочисленные раны на его теле внезапно снова открылись, но крови не было. Вместо этого в воздух поднялись целые клубы зловещего кровавого тумана. Через какое-то время брови юноши постепенно начали расслабляться, а спазмы пошли на спад. Кажется, состояние Юньфыя постепенно стабилизировалось. Наблюдавший за происходящим Хунынь наконец облегченно вздохнул. Он развернулся к остальным и обвел их взглядом. Теперь никаких проблем быть не должно. Давайте покинем эту комнату. Что бы ни произошло, теперь все зависит от Бай Юньфыя. Если никаких осложнений не возникнет, то к завтрашнему дню он уже будет в порядке. Выходя из комнаты, Хунынь видел, как Юцинфын и остальные также потянулись к дверям. Он остановился в середине дворика, глубоко задумавшись. В конечном итоге он тряхнул головой. Как бы то ни было, оно того стоило. Я в любом случае не планировал осваивать элемент огня, а с Бай Юньфыем явно связана какая-то тайна. Будем надеяться, что он меня не разочарует. Молодой человек вернулся в свою комнату и запер двери. Западное крыло школы в одночасье погрузилось в безмятежную тишину. Над горизонтом медленно всходила луна, небо загадочно замерцало яркими звездами. Время тянулось медленно, а из комнаты Бай Юньфыя не доносилось ни звука. Пульсация буйствующего элемента огня не прерывалась до самого конца, однако хаотичные выбросы энергии постепенно сменились равномерным течением силы. Расширение и сокращение, расширение и сокращение. Больше всего этот ритмичный рисунок напоминал сердцебиение. Ночь пошла на убыль, наступил новый день. В тот момент, когда первые солнечные лучи проникли в комнату юноши, палец на его руке шевельнулся, а веки затрепетали. Глава 87. Средняя стадия ядра духа. Ночь пошла на убыль, наступил новый день. В тот момент, когда первые солнечные лучи проникли в комнату Бай Юньфыя, палец на его руке шевельнулся, а веки затрепетали, юноша медленно сел на кровати и оглядел себя со всех сторон, прежде чем поднять правую руку к глазам, некоторое время он задумчиво и сосредоточенно ее изучал, это было слишком опасно не думал, что стремительное повышение духовной силы может привести к такому, я практически загнал себя в могилу, может быть этот способ и позволяет быстро обрести могущество, но в будущем я не могу позволить себе действовать столь опрометчиво, не думая о последствиях. Вспоминая о том, как он потерял контроль над элементом огня и о той невыносимой агонии, что ему пришлось вытерпеть, Юньфой ощутил запоздалый ужас, в тот момент он действительно думал, что умрет здесь и сейчас, все благодаря старшему брату Хуныню без его помощи, даже если бы мне удалось каким-то чудом выжить, я бы мог лишь мечтать обрести ту мощь, к которой стремился, смог бы я вообще после этого спокойно жить? Бай Юньфой еще раз внимательно осмотрел свое тело, семя пламени внутри него было сейчас вдвое больше, чем позавчера, огненный шар размером с кулак окружил его сердце и пульсировал в такт его сердцебиению, струйка за струйкой элементальный огонь вырывался из семени с каждым ударом и циркулировал вместе с его духовной силой по меридианам его тела. Юньфой ощущал огромную мощь, он чувствовал, что куда сильнее, чем был когда-либо, средняя стадия ядра духа, глаза юноши засверкали, этот так называемый духовный гриб огненного семени, который пожертвовал ради меня Хунынь сотворил настоящее чудо, но это также наглядно демонстрирует его несомненную искренность. Боюсь, мне будет очень сложно вернуть ему этот долг. Немного подумав об этом, Бай Юньфой лишь вздохнул и выкинул эти мысли из головы. Затем он встал с кровати, распахнул дверь и вышел из комнаты. Чистый воздух окатил его, словно ключевая вода, разом подняв настроение. В тот же момент, как Юньфой вышел из комнаты, соседняя дверь заскрипела, отворяясь, и из нее показался Хунынь со своей обычной слабой полуулыбкой на лице. Глаза Бай Юньфой эмоционально вспыхнули. Он знал, что Хунынь все это время беспокоился за его состояние и внимательно следил за ситуацией. Кивнув Хуныню, Бай Юньфой с признательностью в голосе заговорил. Старший брат Хунынь, только благодаря тебе я. Ха-ха, Юньфой, когда ты так говоришь, я ощущаю себя случайным прохожим. Не стоит принимать все так близко к сердцу. Хунынь небрежно взмахнул рукой, отметая его благодарность. Я спас тебя, поскольку считал, что тебе стоит помощь. Я знаю, что в будущем ты достигнешь небывалых высот, поскольку у тебя есть множество секретов, не так ли? Эм. Бай Юньфой заколебался на мгновение, не зная, как именно ответить на такой вопрос. Разумеется, это всего лишь мои догадки. Ты не обязан все мне рассказывать, но я полагаю, что ты определенно меня не разочаруешь, верно? Бай Юньфой сконфуженно посмотрел на молодого человека. После крохотной паузы он слегка тряхнул головой и заговорил с предельной искренностью. Как бы там ни было, вчера старший брат Хунынь спас мою жизнь. Я никогда этого не забуду. Я думаю, что... Ха-ха-ха! Старший брат Юньфой уже пришел в себя. Какое облегчение! В этот самый миг из-за пределов усадьбы донесся радостный возглас. Обернувшись, Бай Юньфой увидел, как к нему бежит счастливая до невозможности Чу Юйхой в изумрудно-зеленом платье. Вслед за ней во дворик усадьбы вошли Юцин Фын, Муваньцин и даже Цулулю. Старший брат, как ты себя чувствуешь? Тебе уже лучше? Ты выздоровел? Чу Юйхой подскочила к юноше и засыпала его вопросами. Бай Юньфой растрого насмотрел на эту девушку. Когда речь заходила о Чу Юйхой, он тут же терялся, не представляя, как должен вести себя брат. В конце концов, он признал ее названной сестрой только благодаря искусным манипуляциям Муваньцин. Однако Юйхой его чуть не боготворила и действительно считала настоящим старшим братом. Юньфой кивнул и легко улыбнулся. Ох, Юйхи, не стоит так переживать. Я в порядке, я уже практически поправился. Затем он перевел взгляд на Цулулю за ее спиной и кивнул. После этого он повернулся к Юцинфину и Муваньцин и сложил руки в почтительном жесте. Синьор Ю, глава Му, я не могу подобрать слов, чтобы в полной мере выразить свою благодарность. В будущем я обязательно найду способ отплатить вам за вашу доброту. Сердечно проговорил он. Юньфой это прозвучало чересчур официально. Ты названный брат Юйхи, помощь тебе, наша обязанность. Более того, мы так и не смогли толком ничего сделать. Благодари Хуныня, это он тебя спас. Если хочешь кому-то отплатить, то это должен быть он. Муваньцин с улыбкой покачала головой. Юньфой, твой уровень силы. С того самого момента, как Юцинфин вошел в усадьбу, он не отрывал взгляда от юноши с немым вопросом в глазах, будто сомневаясь в своих чувствах. Угу. Не только мои раны исцелились, теперь я полностью сконденсировал эссенцию в семя и стабилизировал его. Мой уровень силы также достиг средней стадии ядра духа. Бай Юньфой кивнул, после чего немного ослабил контроль, чтобы позволить окружающим ощутить его нынешнее состояние. Это это совершенно непостижимо. Этот духовный грипп огненного семени Хуныня оказал такой мощный эффект. Ошарашенно воскликнула Цулулю, неверящим взглядом уставившись на Юньфая. В конце концов, она вздохнула и подавленно протянула. Юньфой, я скажу кое-что. Хорошо? Когда мы впервые встретились, ты был лишь на поздней стадии адепта духа. Но сейчас, даже зная, что тебе изрядно подфартило, я не могу спокойно воспринимать эти дикие темпы твоего роста. А я еще считала свой талант к духовной практике весьма незаурядным. Э, Лулю, о чем ты говоришь? Мне просто повезло. Вот и все. Плюс это все заслуга Хуныня. Я почти умер. Как после такого ты можешь считать это удивительным достижением? Бай Юньфой мог лишь криво усмехнуться в ответ. Хуныня обвел всех собравшихся взглядом и проговорил. Давайте не будем толпиться во дворе и зайдем внутрь. Где-то через час Юцинфын и остальные наконец ушли. В конце концов, Муваньцин была главой школы, так что у нее всегда было дел не в проворот. Перед уходом она сообщила Бай Юньфою, что школа льда уже покинула город Цуллю. Двое ее старейшин получили серьезные раны от Бай Юньфыя, особенно Чжан Чжиньшань. У него были множественные переломы ребер, да и внутренние органы очень сильно пострадали. Для полного восстановления ему понадобится несколько дюжин дней, не меньше. Проводив гостей, Хунынь проницательно взглянул на юношу. Что такое, Юньфой? Неужели ты все еще беспокоишься из-за того, что школа льда может вынашивать планы мести? Если да, то забудь. Теперь они еще не скоро решатся тебе докучать. Да и потом, с твоей нынешней силой они тебе не слишком-то и страшны. Разве не так? Услышав его многозначительные интонации, Бай Юньфой слегка оторопел. Старший брат Хунынь, ты переоцениваешь мои силы. Может быть, я и достиг средней стадии ядра духа, но мне еще очень далеко до уровня главы школы. Ха-ха, просто шучу. Хунынь сдержанно хохотнул, после чего внезапно сменил тему. Ах да, Юньфой, тот наручь, что я дал тебе для битвы с Чжан Чжиньшанем, могу я получить его назад. А лицо Бай Юньфой мгновенно затвердело. Он совершенно не был готов к тому, что Хунынь внезапно заговорит об этом, и на какое-то время просто потерял дар речи. Но, немного помолчав, он расслабил напряженные мышцы лица и вздохнул. Взмах рукой, и в его ладони возник багровый нарукавник. Юньфой положил его на стол и натужно улыбнулся. Да, это же твоя вещь, так или иначе, так что теперь я должен тебе ее вернуть. Кончики губ Хуныня при виде болезненной реакции Юньфая сами собой поползли вверх. Он изо всех сил старался сохранять невозмутимость, но в итоге не выдержал и, прыснув, проговорил. Юньфой, над тобой сложно не подтрунивать, ты слишком серьезный. За кого ты вообще принимаешь своего старшего брата? Я же ясно сказал, что дарю его тебе, так как я могу потребовать его назад. А ха-ха. Бай Юньфой пораженно застыл. Это. Ха-ха, я лишь хотел посмотреть, как сильно ты изменил этот предмет. Хунынь протянул руку и подхватил наруч. В тот момент, когда он коснулся красной поверхности этого предмета, его улыбка мгновенно испарилась. Он изумленно уставился на наруч и влил в него немного своей духовной силы, заставляя его налиться алым сиянием. Верхний грейд земного класса. Несмотря на то, что он заранее решил ничему не удивляться, молодой человек внезапно ощутил некоторое удушье. Как это возможно? Когда я дал его тебе, он определенно имел верхний грейд человеческого класса. Как он мог перепрыгнуть три уровня и даже сменить класс? Хунынь на секунду застыл, словно громом пораженный, после чего стрельнул в Бай Юньфая вспыхнувшими глазами. Юньфой, ты из школы ремесла? Что? Бай Юньфой в этот момент тихо радовался тому, что не придется возвращать наруч, и обдумывал, как объяснить его апгрейд. Однако вопрос Хуныня выбил его из колеи, так что он невольно ответил встречным вопросом. Старший брат Хунынь, как я могу быть из школы ремесла? Разве ты не знаешь о моей ситуации? С самого начала меня нашел сеньор Гай Юнь. Хунынь еще какое-то время пожирал Бай Юньфой астранным взглядом, пока не пришел наконец в себя, тряхнув головой. Я знаю, что ты связан с школой судьбы, поэтому и спросил. Если бы это было не так, то я был бы абсолютно уверен, что ты из внутреннего круга школы ремесла. А, с чего бы это? Бай Юньфой в замешательстве поднял брови. Метаморфоза, произошедшая с этим предметом, действительно непостижима. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Ты ученик школы ремесла. Ученик, которому известен метод использования эссенции семени пламени для очищения и создания духовных предметов. Говорят, что школа ремесла владеет тайной техникой, которую можно применить при прорыве на новую ступень. Они могут использовать сконденсированную эссенцию семени и с помощью мощного потока чистого элементального пламени создать духовный предмет. Они также могут улучшать предметы, а поскольку использованная эссенция синхронизирована с семенем пламени внутри их тел, то между практиком и предметом возникает особая связь, это позволяет раскрыть весь потенциал духовного предмета. Члены школы ремесла называют такие предметы личными. Разумеется, на подобное пойдет только человек из школы ремесла. Другие духовные практики с семенем пламени много раз подумают, прежде чем использовать эссенцию. Для обычных духовных практиков количество эссенции в семени – единственный показатель их силы, поэтому они не станут тратить ее, чтобы попытаться создать духовный предмет. В конце концов, возможность сформировать семя пламени возникает лишь один раз в жизни, и чем оно больше, тем легче для них в будущем станет путь духовной практики. Я полагаю, что трансформация этого наруча напрямую связана с твоим прорывом на ступень ядра духа, верно? Вероятно, это также стало причиной, по которой ты смог сформировать лишь половину семени, но я все равно не понимаю, как ты, не будучи учеником школы ремесла, сумел настолько изменить этот наруч. Бай Юньфой опустил голову, в его глазах отражалась напряженная работа мысли, он лихорадочно усваивал и обдумывал информацию, которую поведал ему Хунынь, брови юноши сошлись на переносице, а на лбу появились глубокие складки. Постепенно в его глазах все ярче начал разгораться огонек понимания. Глава 88. Кинжал пламени Бай Юньфой глубоко задумался, постепенно в его глазах все ярче начал разгораться огонек понимания, так вот в чем была причина. Я не понимал, почему язык пламени и этот наруч внезапно так сильно улучшились, но учитывая слова старшего брата Хуныня, получается это из-за эссенции семени пламени. Хоть я и не из школы ремесла и не знаю их методов, но у меня есть техника апгрейда, я пока не знаю, как это произошло, но если я правильно понимаю, то когда эти предметы поглотили эссенцию семени, автоматически сработала и техника апгрейда, что и привело к этому результату. Но важно даже не то, что при этом улучшилось качество предметов, все случилось без моего осознанного вмешательства. Может ли это быть как-то связано с загадкой техники апгрейда, хотя нет, раньше же она не имела никакого отношения к эссенции семени пламени может, конденсированная эссенция элемента огня обладает каким-то особым свойством, которое обеспечивает стопроцентный успех при улучшении предметов. Как жаль, что я не могу позволить себе поэкспериментировать и выяснить, так ли это. После того, как эссенция полностью слилась с моим телом, она очень сильно изменилась, Юньфэй, о чем задумался, в уши юноши проник голос Хуныня, вернув его к действительности, так ни о чем. Старший брат Хунынь, я полагаю, Бай Юньфэй заколебался. Наконец он принял решение и твердым голосом продолжил. Старший брат Хунынь, могу я увидеть все твои духовные предметы? Взгляд Хуныня на миг опустел. А, зачем, как бы, Бай Юньфэй не знал, что ответить, но затем он нашел приемлемый путь. Ты сам уже, наверное, догадался. У меня есть несколько секретов, о которых я никому не могу рассказать. По правде говоря, именно поэтому школа льда так отчаянно гонялась за мной по всей провинции. Я знаю, что старший брат Хунынь не станет подвергать меня опасности, так что, пусть и без особых подробностей, но я могу довериться тебе. Я могу улучшать оружие, конечно, не до такого абсурдного уровня, как этот наручь, но тем не менее, что, это правда. Хунынь вспыхнувшими глазами вперил в Юньфэй разом посерьезневший взгляд. Угу. Я не могу объяснить сам метод, но он работает, невозмутимо кивнул юноша. Начав говорить, Бай Юньфэй не собирался отнекиваться. Огонь в глазах Хуныня погас, он глубоко задумался. Наконец, сделав быстрое движение правой рукой, он извлек из воздуха белый кинжал. Протянув его Бай Юньфэй, молодой человек проговорил. Ты сможешь это сделать, даже с оружием вроде этого? При виде кинжала Бай Юньфэй почувствовал, как его душа задрожала от чудовищного давления. Мощная кровавая аура разливалась вокруг этого предмета. На секунду Юньфэй даже почудилась, словно огромный волк с кроваво-красными глазами предостерегающе зарычал на него из темноты. Впрочем, эта иллюзия продержалась лишь миг. Когда Бай Юньфэй пришел в себя, то увидел лишь самый обычный кинжал. Хотя называть его обычным, пожалуй, было бы ошибкой. При внимательном рассмотрении юноша обнаружил, что это скорее цельный клык какого-то неведомого зверя. По сути, его лишь слегка обточили и отполировали, придав ему грубое сходство с кинжалом. Ходили слухи, что этот клык Бладхаула принадлежал королю волков, когда он достиг 8го уровня. Бладхаул использовал собственный клык, чтобы создать оружие, обладающее невероятной остротой и подавляющей силой. В мире духовных практиков мало кто не знал про этот духовный предмет. Разумеется, не считая Бай Юньфэя, но даже он ощутил загадочную природу этого клинка и пришел в замешательство. Впрочем, когда он взял его в руки, замешательство мгновенно сменилось шоком. Качество предмета. Артефакт нижний грейд урон 2257 требуется для улучшения. 113 зарядов души артефакт нижнего грейда. Артефакт ошеломленно подумал он про себя. В его голове воцарился хаос, так что он невольно воскликнул. Нижний грейд небесного класса. Хунгинь внимательно следил за реакцией Бай Юньфэя. Услышав вскрик юноши, его брови поднялись с выражением, мол, как и ожидалось. Улыбнувшись, он сказал, как я и думал, Юньфэй, ты можешь определить качество предмета, лишь дотронувшись до него. Этот кинжал носит имя клык Бладхаула. Хоть он и едва дотягивает до небесного класса, но это невероятно мощное оружие. Ну, так что, сможешь ли ты улучшить предмет даже небесного класса? Молодой человек выжидательно посмотрел на задумчивого Юньфэя. Секунду спустя Бай Юньфэй взял себя в руки и кивнул. Да, без проблем, мне лишь понадобится немного времени. Завтра я верну его тебе, старший брат Хунгин. А во, серьезно, Хунгинь аж весь засветился. Радостно улыбнувшись, он проговорил. Хорошо, можешь не спешить, ничего страшного, даже если это займет несколько дней. При виде воодушевленного Хунгиня Бай Юньфэй невольно усмехнулся. Ха-ха, старший брат Хунгинь, как ты можешь быть таким беспечным? Это же духовный предмет небесного класса. Ты не боишься, что я сбегу? Тот на миг застыл, но уже в следующую секунду пронзил его зловещим взглядом. Ты недооцениваешь своего брата. Ты действительно думаешь, что сможешь сбежать от меня. Ха-ха-ха. Они еще немного поговорили после этого. Хунгинь напомнил Юньфэю о том, что любой духовный практик должен был учитывать, когда дело касается изначального сродства души, а также настойчиво рекомендовал повременить с увеличением духовной силы. Юноше необходимо было сначала свыкнуться с новообретенной энергией. Он уже достиг средней стадии ядра духа, но хоть его тело и усвоило элементальную энергию, Юньфэй по-прежнему должен был научиться полностью ее контролировать. Его контроль до сих пор оставался на уровне воина духа. Так что пока он не освоится с могуществом ядра духа, повышать уровень силы граничило с самоубийством. Той же ночью Бай Юньфэй сидел, скрестив ноги на кровати с клыком Бладхаула в руки и, полностью сосредоточившись, неторопливо его улучшал. Он впервые занимался апгрейдом предмета класса артефакт, поэтому не смел подойти к делу небрежно. Кто знает, будет ли техника улучшения работать на нем так же, как и на редких или легендарных предметах. Но его опасения оказались напрасными, все прошло как по маслу. Если не считать сильного перерасхода духовной силы из-за явно повышенного шанса неудачи, то неожиданностей не возникло, так что Бай Юньфэй сумел благополучно улучшить предмет до плюс 10, качество предмета. Артефакт, нижний грейд, уровень апгрейда. Плюс 10 урон. 2257 дополнительный урон. 1263 плюс 10 дополнительный эффект. При атаке существует 30% шанс вызвать эффект устрашения, при котором все характеристики противника уменьшаются на 20% в течение 10 секунд требуется для улучшения. 113 зарядов души Бай Юньфэй вытер левой рукой под солбой и утомленно подумал. Улучшать предмет класса артефакт не так просто. Только на последнем улучшении я потерпел неудачу 6 раз, а общее количество потраченных зарядов души получилось где-то в районе 2500. Я почти дошел до предела. Судя по всему, количество духовной силы на средней стадии ядра духа должно быть порядка 3000 зарядов души или около того. Каждое оружие выше редкого, которое я улучшал, получало прибавку приблизительно в половину базового урона при улучшении до плюс 10. Означает ли это, что такая пропорция справедлива для всех духовных предметов? Как же печально, что у меня недостаточно духовных предметов, чтобы все проверить. Да и не посмел бы я так беспечно их улучшать. Это слишком опасно. Вероятность неудачи слишком велика. Если бы я облажался сейчас, то смог бы вернуть Хуменю лишь горку мусора. С языком пламени и наручим мне просто повезло. И, к сожалению, подобной возможности мне больше уже не представится. Бай Юньфой наклонил голову, рассматривая клык Бладхаула с некоторым удовлетворением. Теперь он более чем в полтора раза мощнее, чем раньше. Полагаю, для старшего брата это станет приятным сюрпризом. Да, дополнительный эффект тоже весьма неплох. 30% это очень даже приличный шанс. О понижении всех характеристик на 20% вероятно, сюда входит и сила, и скорость. Имея подобный клинок, да с неожиданным эффектом подобного толка, он сможет полностью контролировать ход сражения. Убрав клык Бладхаула, Бай Юньфой задумался на мгновение, а затем достал из кольца свой багровый наруч. Я уже опробовал дополнительный эффект плюс 10 во время сражения с Чжан Чжиньшаним. Очень необычная способность, которая, фактически, позволяет мне использовать силу врага против него же самого. В сочетании с высокой защитой этот эффект позволил мне в мгновение ока полностью изменить течение боя. А вот этот кинжал пламени я еще ни разу не использовал. Хай Мым поглощает заряды души при активации, то есть, Бай Юньфой натянул наруч на правую руку и усилием мысли направил в него поток духовной силы. Наруч засиял багровым сиянием, осветив темную комнату изнутри, но этим все и ограничилось. А, что бы это значило, почему этот кинжал пламени не появляется? Бай Юньфой пришел в замешательство, но стоило ему об этом подумать, как перед его мысленным взором внезапно появилась строчка призыв кинжала пламени, и, бам, раздался приглушенный взрыв, от которого содрогнулась вся комната, наруч полыхнул алым светом, а над ним сформировался шар пламени. Под изумленным взглядом Бай Юньфой сгусток огня начал вытягиваться из наруча и станчаясь, пока не превратился в пылающий кинжал длиной где-то в треть метра. Замешательство Бай Юньфой продлилось недолго. В следующий миг он выбросил все мысли из головы и возбужденно уставился на этот кинжал пламени. Так это оно, такой маленький, интересно, насколько он мощный. Тряхнув левой рукой, он извлек из воздуха кинжал плюс девять. Подняв его на уровень глаз, он взмахнул правой рукой, словно отдавая команду кинжалу пламени. Крак. Послышался резкий дребезжащий звук, и половина лезвия упала на пол. В руке Юньфой осталась лишь вторая половина, с которой закапал расплавленный металл. Все выглядело так, будто кинжал пламени просто мгновенно проплавил свой путь сквозь металл. Фф фух. Бай Юньфой с силой выдохнул, после чего потянулся подобрать обломок лезвия. Затем он с счастливой улыбкой взглянул на слегка подрагивающий пламенный клинок над правой рукой. Какое мощное пламя, и это самая слабая его форма, а если я добавлю еще духовной силы. Бай Юньфой щедро влил силы в наруч, и кинжал рывком вырос еще на треть метра. Обжигающий жар от этого нематериального клинка также стал куда суровее. Не отрывая от него пристального взгляда, Бай Юньфой оборвал подпитку наруча духовной силы, и кинжал сжался до размеров искры, после чего растаял без следа. Отлично, отлично. Я и не думал, что этот кинжал пламени окажется таким мощным. Потребление духовной силы довольно высокое, но он определенно того стоит. С этим мои боевые возможности еще больше возрастут. Сердце Бай Юньфой опустилось в пляс. Он ласково посмотрел на багровый наруч и пробормотал себе под нос. Что ж, хорошо. В таком случае, я назову тебя огненное жало. Немного передохнув, он достал из пространственного кольца украшения. Ладно, займусь улучшением украшений, а лучшие из них подарю потом Юйхе. Слово не воробей. Апгрейд. Глава 89. Улучшение завершено на следующее утро, когда Бай Юньфой уже закончил практику и бодро умывался. К нему по расписанию пожаловала Чу Юйхе с завтраком. Братец Юньфой, ты уже встал? Мастер сказала, что ты только что прорвался на новую ступень, так что тебе нужно время, чтобы освоиться с новой силой. Поэтому вчера она запретила мне к тебе заглянуть. Как ты себя чувствуешь? Спросила она, расставляя на столе чашу с похлебкой и еще несколько блюд. Да, я в порядке. Юйхе, можешь не беспокоиться на мой счет, улыбнулся ей юноша. Чудесно, раз так. Братец Юньфой, ты должен поесть. Я сама все это приготовила. Чу Юйхе с изысканной улыбкой села напротив Бай Юньфая. Девушка опустила подбородок на свои алебастровые руки и уставилась на него, застенчиво моргая. У нее на лице большими буквами было написано. Похвали меня, так что Бай Юньфой, не удержавшись, засмеялся. Ощущая в душе невыразимое счастье и уют, он ответил. Угу, извини за хлопоты, сестренка Юйхе. Это не хлопоты, мне было только в радость. Старший брат, ешь быстрее. Улыбка на лице Юньфая стала еще более ослепительной. Ах да, забыл спросить. А брат Хунынь еще здесь, в соседней комнате? Он уже завтракал. Бай Юньфой взглянул на дверь. Хе-хе. Брат Хунынь проснулся давным-давно. Сестра Цу уже покормила его ранее. Сейчас они оба у пруда смотрят на какую-то собаку. Ха, собаку? Бай Юньфой в замешательстве вскинул голову, прежде чем в его голове промелькнула догадка. А, ты имеешь в виду громоволка? Брат Хунынь снова пытается наладить с ним контакт? Угу, так и есть. Старший брат Хунынь упорно пытается с ним говорить, но тот его полностью игнорирует. Даже когда Сиатан отплясывает у него на голове или тычет ему в уши пальцем, он никак не реагирует. Бай Юньфой заметил озорное выражение у нее на лице и засмеялся. Ха-ха, только Сиатану этого не говори, а то он разозлится и сделает из тебя водный шар. Пф, вот еще, как может крыса быть такой высокомерной? Она очаровательно задрала носик, однако решила больше не насмехаться над зверьком. Юньфой тряхнул головой, но в этот момент он вдруг кое-что вспомнил. Юноша извлек из пространственного кольца предмет и заговорил. Да, Юйхи, я же обещал тебе подарок. К сожалению, это дело со школой льда заняло слишком много времени. Хе-хе, вот, взгляни, надеюсь, тебе понравится. С этими словами он протянул ей изумрудно-зеленый медальон в форме рыбки. Качество предмета. Превосходный уровень апгрейда. Плюс 11 дополнительный атрибут. Ловкость. Плюс 60. Плюс 10 дополнительный эффект. Скорость движения увеличена на 3%. Требуется для улучшения. 34 заряда души. Это украшение Бай Юньфой удалось получить вчера вечером. В прошлом он уже подготовил для нее другой кулон, также в форме рыбки, но этот вышел куда более удачным. Чую-хе восторженно взглянула на медальон и взяла его в руки. Ее ладошка слегка задрожала, она радостно воскликнула. Какая чудесная маленькая рыбка. Мне очень нравится. Спасибо, братец Юньфой. Хех, это хорошо, что тебе он приглянулся. Надень его и ты обрадуешься еще больше. С загадочной улыбкой проговорил Бай Юньфой, что ты имеешь в виду, что произойдет, когда я его надену. Озадаченно спросила Чую-хе. С любопытством поглядев на кулон в ее руках, она наконец надела его себе на шею и застегнула замочек. Ха-ха, какое странное чувство. В следующее мгновение Чую-хе изумленно застыло. Ее рот так и остался открытым на середине фразы. В настоящий момент она была еще очень слабым духовным практиком, так что внезапное увеличение ловкости на 60 пунктов оказали невероятный эффект. Глядя на ошеломленное лицо девушки, Бай Юньфой удовлетворенно кивнул. Ну, как тебе, Юйхе? Чувствуешь, что двигаться стало куда легче? Так вот, с этим медальоном ты станешь куда быстрее, чем раньше. Ха-ха, как тебе мой подарок? Нравится? Чую-хе какое-то время была в прострации, но когда пришла в себя, на ее лице отразилось радостное возбуждение. Она уставилась на Юньфой сияющими глазами и сказала. Братец Юньфой, это действительно из-за этого медальона? Это волшебно. Братец, это ты сделал? Бай Юньфой кивнул. Угу, это секрет твоего старшего брата. Теперь это также и твой секрет. Ты не должна никому об этом рассказывать, даже твоему мастеру или сестрецу, никому. Ты можешь пообещать мне это. Юйхе. На мгновение лицо Чую-хе опустела, но затем она со всей искренностью произнесла. Да, я запомню твои слова. Никто не узнает о тайне этого медальона. Бай Юньфой мягко кивнул и принялся уплетать свой завтрак. Чую-хе же в это время радостно игралась с волшебным кулоном у себя на шее. Теперь, когда Бай Юньфой отдал кулон Юйхи, все его опасения улетучились. Его прелестная названная сестренка определенно не станет никому выдавать его тайну. А по внешнему виду было невозможно определить, не зная заранее, что это обычное украшение обладает столь чудесными свойствами. После завтрака Бай Юньфой в сопровождении Чую-хе отправились на прогулку в сторону озера. Они еще издалека увидели Хуныня и Цулулю на каменных скамейках на берегу. Перед молодыми людьми также застыли две массивные фигуры. Помимо грома волка здесь также находилась неподвижно застывшая гигантская золотоглазая обезьяна. Рука Хуныня мягко придавливала голову грома волка, он пытался собрать дух зверя и заставить его откликнуться. Сиатан же находился на голове огромной обезьяны. Издавая воинственный писк, зверек бегал и прыгал по золотистой шерсти и щипал огромного зверя за уши, явно пытаясь раззадорить обезьяну. Однако тот застыл истуканом, не реагируя на Сиатана ни в малейшей степени. В его глазах не было и намека на волю. Бай Юньфой остановился неподалеку и кивнул Цулулю, не желая беспокоить Хуныня, он просто безмолвно стоял у него за спиной, наблюдая. Чу Юйхой подошла к Цулулю, и девушки отошли в сторону на несколько шагов, переговариваясь тихими голосами. Младшая из подруг не применула похвастаться своим только что полученным подарком. Разумеется, она лишь дала Цулулю потрогать его и назвала милым и изящным, но ни словом не обмолвилась о его необычных свойствах. В этот момент Хунынь наконец открыл глаза, он удрученно вздохнул и взмахнул рукой, заставив обоих зверей раствориться в воздухе. Брат Хунынь, что произошло, не вышло. Глядя на расстроенного Хуныня, Цулулю шагнула к нему. Неохотно кивнув, Хунынь тихим голосом отозвался. Вообще никакого прогресса. На самом деле я знал, что это бессмысленно, но эх, брат Хунынь не стоит отчаиваться. Я уверена, что ты найдешь способ. Утешила девушка, глядя на его хмурое лицо. Хунынь снова вздохнул, печаль в его глазах потускнела. Он повернулся к Байюньфаю и улыбнулся. Юньфай, как прошла твоя духовная практика прошлой ночью? Сколько еще времени тебе потребуется, чтобы освоиться с новыми силами? Я полагаю, что все идет неплохо. По крайней мере, никаких проблем пока что не возникло. Думаю, максимум через пять или шесть дней я полностью освою среднюю ступень ядра духа. Кивнул Юньфай. Эй, Юньфай, почему я чувствую, что каждое твое слово будто бьет меня по голове? В самом деле, я не могу больше позволить себе прохлаждаться. Я должна заняться практикой, чтобы стать сильнее. Сестренка, давай-ка вернемся к духовной практике. Цулулю нарочито прикрыла глаза и приложила руку колбу, будто вот-вот грохнется в обморок, после чего быстро потянула озадаченную чую их и в усадьбу. По правде говоря, она просто почувствовала, что молодые люди хотели бы поговорить наедине, так что воспользовалась этим предлогом, чтобы их покинуть. С улыбкой поглядев им вслед, Бай Юньфай хитро посмотрел на Хуныня и взмахнул правой рукой. В его ладони появился клык Бладхаула, который он и протянул Хуныню. Ха, ты действительно уже закончил? Удивился Хуныни со скептическим видом принял клинок. В тот момент, когда клык коснулся его ладони, глаза Хуныня ярко вспыхнули. Он тут же проглотил все слова, которые собирался сказать. Лицо молодого человека мгновенно приняло серьезное выражение, после чего он с видимым восхищением внимательно осмотрел оружие. Клык Бладхаула уже очень давно стал его верным спутником, практически продолжением его руки. Однако сейчас, всматриваясь в доболи знакомый клинок, он невольно задержал дыхание. Средний грейд небесного класса. Средний грейд, он действительно повысился в ранге, неверящим голосом проговорил он. Услышав эти слова, Бай Юньфай, судя по всему, неожиданно осенило. Средний грейд небесного класса начинается, по-видимому, от 3000 урона. Для остальных ранг духовного предмета определяется его уроном или защитой. Естественно, ведь про дополнительные эффекты они знать не могут, однако моя техника апгрейда показывает мне первоначальное качество предмета. Например, мой наруч огненное жало, без апгрейдов имел бы нижний грейд земного класса. Однако из-за улучшения до плюс 12 хунэнь воспринял его как земной духовный предмет верхнего грейда. Вероятнее всего это потому, что суммарный показатель его защиты соответствовал верхнему грейду. Это действительно слишком безумно, чтобы быть правдой. Юньфы, я просто не понимаю, как ты смог это сделать. За одну ночь предмет небесного класса был улучшен с нижнего грейда до среднего. Если информация об этом просочится в мир духовных практиков, ты представляешь, какой фурор это произведет. Насколько мне известно, даже для самых талантливых сеньоров из школы ремесла увеличить ранг духовного предмета является очень трудной задачей. Когда мой приемный отец только-только создал этот кинжал, он был лишь земным предметом верхнего грейда. Мне пришлось заплатить чудовищную цену сеньору из школы ремесла, и лишь после использования бесчисленного количества различных материалов и месяца работы он смог кое-как улучшить его до небесного класса. Более того, после этого ему пришлось на дюжину дней уединиться для духовной практики, чтобы восстановить силы после полного истощения. Но ты, Хунынь пытался сопоставить это с тем, как Юньфэй за одну ночь улучшил клык Бладхаула и после этого отдал ему как ни в чем не бывало, и не находил слов, чтобы описать свои эмоции. Хо, сеньоры из школы ремесла действительно поражают. Бай Юньфэй не обратил особого внимания на комплименты Хуныня, поскольку его сознание захватило то, что тот рассказал о школе ремесла. Согласно тому, что он к настоящему моменту узнал о свойствах духовных предметов, верхний грейд земного класса должен был иметь атаку или защиту в диапазоне между 1200 и 2000. Соответственно, небесные предметы нижнего грейда имели 2000-3000, а после 3000 уже начинался средний грейд небесного класса. Пока что Бай Юньфэй не мог даже предположить, какие показатели должны иметь небесные предметы верхнего грейда. Если клык Бладхаула первоначально имел верхний грейд земного класса, то его урон, в худшем случае, составлял 1200. Даже если бы Юньфэй улучшил его до плюс 10, то это бы увеличило его урон примерно на 50%. То есть, ранг предмета поднялся бы лишь до верхней границы верхнего грейда. Однако этот мастер из школы ремесла сумел повысить качество предмета до небесного класса. Губы Хуныня дрогнули. Он понятия не имел, что Бай Юньфэй так просто и настолько сильно сможет улучшить духовный предмет. А восхищение Юньфэй сеньор из школы ремесла определенно воспринял бы как издевку. Глава 90. В путь. Заключительная глава и тома. Бай Юньфэй еще секунду подумал, после чего на время отложил эти мысли в сторону. Подняв голову, он сказал. Ах да, брат Хунынь, есть еще кое-что о клыке Бладхаула, о чем ты должен знать. А, о моем кинжале? Вскинул брови тот, затем, будто осененной внезапной догадкой, он с беспокойством спросил. Неужели улучшение не прошло для него бесследно? Только не говори мне, что у клыка Бладхаула появился какой-то изъян. Бай Юньфэй с улыбкой качнул головой. Нет, нет, не переживай. Дело в другом. Никакого подвоха в повышении ранга твоего кинжала нет. Но я должен тебя предупредить, что помимо увеличения его силы в полтора раза у него появилось особое свойство. Хунынь выдохнул с облегчением, но тут же озадаченно переспросил. Особое свойство? Что бы это значило? Ох это. Бай Юньфэй на мгновение задумался. Он не был уверен, как лучше объяснить дополнительный эффект этого оружия. Наконец он сказал, при использовании клыка Бладхаула против врага существует 30% шанс, что все физические способности противника уменьшатся на 20%. Такие, например, как скорость или сила. Если ты почувствуешь, как только твоей духовной силой сама собой была поглощена кинжалом, значит это особое свойство сработало. И, услышав его объяснение, Хунынь еще больше округлил глаза в замешательстве. Что что ты имеешь в виду? Дело было не в том, что он не уловил смысл сказанного Юньфэй им. Просто, насколько ему было известно, никто никогда не слышал о духовных предметах с подобными свойствами. Поэтому он слегка растерялся. Бай Юньфэй кивнул головой и со всей прямотой подтвердил. Ты не ослышался, и я не шучу. Все так и есть. При использовании этот кинжал может на время ослабить твоего противника. Это действительно правда? Брови Хуныня сошлись на переносице, он явно не мог в это поверить. Но, давай сделаем проще. Испытаем этот кинжал на брате Хуныне, чтобы он мог ощутить этот эффект на себя. Я уверен, ты сразу осознаешь, о чем я говорю. Бай Юньфэй сдал смешок и взял клык Бладхаула в руки. Я атакую. Разумеется, это будет простейшие рубящие удары. От тебя лишь требуется их блокировать. Думаю, с этим не будет проблем. Верно. Хунынь посмотрел на честное лицо Бай Юньфэя, и его глаза загорелись волнением и любопытством. Когда юноша взял белый кинжал на изготовку, он сбыстро кивнул. Угу. Не проблема. Я хочу своими глазами увидеть это так называемое особое свойство. Бай Юньфэй не стал больше ничего говорить. Он неторопливо резанул кинжалом в сторону Хуныня. Тот выставил вперед правую руку, сложенную в форме меча. Почти невидимый лазурный ореол окружил кончики его пальцев, которыми он и заблокировал белый клинок. Естественно, никаких особых усилий Бай Юньфэй в свой удар не вкладывал, иначе небесный клинок среднего грейда заблокировать с такой легкостью было бы совершенно невозможно. После четвертого удара глаза Бай Юньфэя засверкали, поскольку часть его духовной силы юркнула в клык Бладхаула. Эффект активирован. Юноша тут же перестал атаковать и с легкой улыбкой посмотрел на Хуныня. Через долю секунды после последнего удара заинтересованное выражение на лице Хуныня сменилось каменной маской. Он слегка задрожал всем телом и непроизвольно попятился. Затем со страхом взглянул на свою правую руку, внезапно осознавая произошедшие с его телом перемены. Это это, не в силах поверить своим собственным ощущениям. Он повернул голову в сторону Юньфэя. Тот лишь усмехнулся. Ну, как тебе, брат Хунынь? Юньфэй, ты почувствовал, как твоя сила резко уменьшилась. Не волнуйся, эффект продлится лишь 10 секунд. Можно восстановиться и быстрее, если использовать духовную силу, чтобы воспротивиться этому состоянию. Через 2 секунды после того, как Бай Юньфэй закончил говорить, выражение лица Хуныня смягчилось и более или менее пришло в норму. Но он по-прежнему был изумлен. Он бросил взгляд на свой кинжал в руках Юньфэя и медленно проговорил. Это действительно. Юньфэй, ты говоришь, что во время боя каждый мой удар с 30% шансом вызовет у противника такое же состояние, как то, которое я сейчас испытал. Юньфэй просто кивнул и протянул ему клык Бладхаула. Хунынь недоверчиво воззрился на духовный предмет в своих руках. Наконец он убрал его, глубоко вздохнул, успокаиваясь, и со странным выражением на лице посмотрел на юношу. Юньфэй, ты ты хоть представляешь, какая суматоха поднимется, если хоть слово о свойстве, которым ты наделил мой клык Бладхаула, станет достоянием гласности. Бай Юньфэй засмеялся. Разумеется, я это прекрасно понимаю, но, думаю, брат Хунынь не станет болтать о моем секрете, не так ли? Хунынь еще секунду всматривался в его лицо, а затем внезапно расхохотался, в его глазах плясал плохо скрываемый восторг. Юньфэй, я нисколько не жалею о том, что тебя спас. Я совершенно не ожидал столь роскошной награды, да еще и так быстро. На мой взгляд, обменять духовный гриб огненного семени на возможность настолько усилить клык Бладхаула, это более чем выгодная сделка. Брат Хунынь, то, что ты пожертвовал ради меня этим духовным грибом, было актом исключительной доброты, который спас мне жизнь. А чтобы улучшить клык Бладхаула, мне пришлось приложить совсем немного усилий, это едва ли покроет мой долг, так что, пожалуйста, не говори так, немного усилий. На этих словах брови Хуныня снова поползли вверх, однако он решил не наседать с вопросами. Вместо этого он сказал, точно, Юньфэй, ты же собираешься двигаться дальше, куда ты планируешь пойти? Юнаша кивнул, ага, я уже все обдумал, через несколько дней я покину это место, если бы не школа льда, я бы уже был в провинции Баянь, я собираюсь сначала добраться до нее, а оттуда, в провинцию Пинчуань, где находится школа ремесла. Хо, ты действительно планируешь отправиться в школу ремесла? Да, ты уже примерно представляешь, в чем заключается мой секрет. Лучше всего он себя проявляет на духовных предметах, однако после определенного предела возникает риск полного разрушения улучшаемого предмета, в частности, клык Бладхаула я улучшил до максимального уровня, на котором еще отсутствует риск разрушения, если бы я попытался улучшить его еще, то с некоторой вероятностью он был бы просто разрушен, поэтому я и хочу попасть в школу ремесла, если я смогу научиться изготавливать духовные предметы самостоятельно, то с моими способностями я смогу добиться куда большего. Кроме того, брат Хунынь также говорил, что мастера школы ремесла способны перековывать духовные предметы, делая их еще сильнее. Я хотел бы освоить этот навык, а также узнать, связан ли он как-то с моим методом. Его можно сделать еще мощнее? Губы Хуныня дрогнули, выдавая его состояние. Он и предположить не мог, что настолько безумное улучшение его кинжала было лишь самой консервативной, безрисковой операцией. Хоть Юньфэй и упомянул о вероятности полного разрушения предмета, однако он также и не сказал, что неудача неизбежна. Если улучшение пройдет успешно, то какую же мощь? В голове Хуныня воцарился хаос, а его сердце задрожало от волнения. И мым, брат Хунынь, а у тебя какие планы? Голос Юньфэй вернул его в реальный мир. Я еще какое-то время пробуду в провинции Циньюнь. Изначально я пришел сюда, чтобы повидаться с сеньором Глиюнем. Впрочем, я застрял в Цуэлю на несколько дней, так что даже не уверен, что он до сих пор не покинул провинцию. Вот как, полагаю, наши пути еще не раз пересекутся в будущем. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, разыщи меня в школе ремесла. Ха-ха, эта школа крайне придерчива при приеме учеников. Ты так уверен, что тебя примут? А, Юньфэй, усмехнулся молодой человек, но затем добавил. Хотя, это же ты, вряд ли с этим возникнут проблемы. Ты обладаешь изначальным сродством с элементом огня и уже достиг ступени ядра духа. Если у них не возникнет к тебе каких-то претензий личного плана, то тебе определенно не откажут. Более того, ты еще даже не вступил в школу ремесла, но уже сумел создать личный духовный предмет. Тебя там примут с распростертыми объятиями. Не удивлюсь, если тебя сразу переведут в разряд лучших учеников. Личный духовный предмет. Бай Юньфэй невольно взглянул на наруч, плотно охватывающий его правое предплечье. Он прикоснулся к пространственному кольцу и явственно ощутил присутствие языка пламени. Между юношей и этими двумя предметами возникла некая мистическая связь. Даже не заглядывая в кольцо, Юньфэй легко ощущал свое багровое копье. О, кстати, брат Хунынь, вот, возвращаю тебе твое пространственное кольцо. Бай Юньфэй внезапно вспомнил, что Хунынь тогда передал ему все купленное снаряжение в пространственном кольце, обладающем довольно солидным объемом. Его-то юноша и достал сейчас, намереваясь вернуть законному владельцу. Хунынь беспечно махнул рукой. Бери, Юньфэй, мне оно без надобности. О, в таком случае я должен снова поблагодарить брата Хуныня. Бай Юньфэй не стал отказываться и убрал кольцо обратно. Хунынь склонил голову на бок, что-то обдумывая, после чего его взгляд решительно блеснул. Тряхнув правой рукой, он извлек из воздуха белый осколок черепа какого-то неизвестного зверя. Размер этого фрагмента был где-то с ладонь взрослого человека. После этого он протянул его Бай Юньфэй. Вот, Юньфэй, возьми это. Я уверен, что наступит день, когда ты отправишься в лес духовных зверей, чтобы обрести компаньона. Многие духовные звери сейчас относятся к практикам враждебно из-за того, как сильно изменилось отношение людей к зверям-компаньонам. Так вот, если ты вдруг столкнешься там с каким-то могучим зверем, то просто достань этот осколок. Если между вами к тому моменту не будет никакой личной вражды, то это поможет тебе избежать ненужной схватки. Лес духовных зверей, с чего бы мне туда идти? Ты забыл, о чем я тебе рассказывал. Каждый духовный практик рано или поздно задумывается о мощном духовном звере в качестве компаньона. Пусть пока тебе это кажется ненужным, но когда ты вступишь в школу ремесла и станешь сильнее, то сам все поймешь. И запомни, когда у тебя появится зверь-компаньон, ты должен относиться к нему, как к другу. Не вздумай брать пример с тех, кто держит их за рабов или живой щит. Не беспокойся, брат Хунынь. Ты уже давно своим примером научил меня, как обращаться с духовным зверем. Байюньфэй взглянул на сиатана, как обычно сидевшего на плече у молодого человека. Взяв в руки костяной фрагмент, он спросил, но как им пользоваться? Просто вытащить и показать, почему у меня такое ощущение, что это самая обыкновенная кость. Влей в нее немного духовной силы, предложил Хунынь. Байюньфэй подчинился и направил духовную силу в костяной фрагмент. Осколок мгновенно засиял красным светом, а в следующий миг над ним внезапно появился кроваво-красный волк. От него исходила столь подавляющая аура, что Байюньфэй чуть не выронил кость, будто он обжигал ему руки. Однако он быстро пришел в себя и успокоился. Хунынь усмехнулся. Такие дела. Однако запомни, используй этот фрагмент только на действительно сильных духовных зверях, достаточно развитых для того, чтобы уметь разговаривать на языке людей. Более слабые духовные звери не смогут распознать эту ауру. Байюньфэй застыл в нерешительности. Брат Хунынь, подобная вещь вероятно, это нечто очень ценное, а ты так просто даешь ее мне. Тебе не стоит слишком много думать о таких вещах. Молодой человек махнул рукой. Ты называешь меня братом, и я тоже считаю тебя своим другом, так что к черту эти формальности. Эта земля огромна, но мир духовных практиков порой кажется очень тесным. Мы еще обязательно с тобой встретимся в будущем. В таком случае я больше не буду поднимать эту тему. Если брат Хунынь захочет увеличить силу своих духовных предметов, то я с радостью помогу. Это единственный способ отплатить тебе, который приходит мне в голову, учитывая мои навыки, смущенно отозвался Юньфэй. О чем ты говоришь? Такое ощущение, что ты для меня лишь легкий способ улучшить мои предметы, засмеялся Хунынь. Тем не менее, если ты вступишь в школу ремесла, то рано или поздно станешь мастером. Люди будут выстраиваться в очереди, чтобы ты изготовил для них духовный предмет. Когда придет день, и мы встретимся вновь, ты должен отдать моему заказу приоритет и создать для меня какой-нибудь удивительный предмет, без проблем. Если это будет в моих силах, я сделаю для брата Хуныня такой духовный предмет, равных которому не будет в этом мире. Бай Юньфэй наконец убрал костяной фрагмент и, задумавшись на мгновение, продолжил. Брат Хунынь, мне по-прежнему не хватает боевого опыта. С этим неожиданным ростом уровня силы мне первым делом нужно научиться применять ее в схватке. Не мог бы ты эти несколько дней попрактиковаться со мной и, возможно, помочь советам? Конечно, может быть, прямо сейчас? Я хочу увидеть, насколько ты уже освоился с энергией средней стадии ядра духа. Хорошо. Бай Юньфэй на время выкинул из головы все заботы и в течение следующих нескольких дней самозабвенно осваивал свои новые возможности вместе с Хуныним. Их схватки были невероятно познавательны для юноши. Несколько раз даже Юцинфэн выступал в качестве его противника. Этот бесценный опыт позволил Юньфэй очень сильно увеличить свои боевые возможности. В свободное время Бай Юньфэй нередко прогуливался с Чу Юйхэй. Девушка знала, что через несколько дней он покинет школу и очень не хотела его отпускать. Чтобы хоть немного поднять ей настроение, ему пришлось раз за разом обещать ей, что когда-нибудь он обязательно вернется ее повидать. Это были действительно приятные несколько дней. От самого города лоши он только и делал, что сражался и убегал, спасая свою жизнь. Но сейчас он был окружен уютом, теплотой и людьми, которых мог назвать своими друзьями. На утро шестого дня у ворот Цуйлю, Бай Юньфэй распрощался со всеми и отправился в путь. Выйдя за ворота Цуйлю, где ему пришлось столько пережить, юноша двинулся в сторону провинции Баянь. Перед его уходом Юцинфэн передал ему запечатанный конверт. Он сказал, что, пройдя через провинцию Баянь он доберется до города Гаи. В этом городе живет семья Лю, которая тесно связана со школой дерева Юцинфэна. Так что, если Бай Юньфэю в тот момент понадобится какая-либо помощь, то он может показать им это письмо. Отойдя от ворот на несколько сотен метров, Бай Юньфэй оглянулся и обвел всех оставшихся у ворот людей долгим взглядом, будто пытаясь запечатлеть их образы в своем сердце. Хунынь, Чуйюйхи, Цулю, Юцинфэн ему. Если сравнивать с тем, как он отчаянно пытался вырваться из лоши и торопливо удирал из Бай Фэна, то уход из Цулю неожиданно принес ему новое, неизведанное чувство, нежелание уходить. В последний раз посмотрев на то, как все машут ему руками на прощание, Бай Юньфэй глубоко вздохнул и решительно повернулся к ним спиной. Через некоторое время его силуэт затерялся вдали. После длинной цепочки неожиданных событий и решений Бай Юньфэй наконец вырвался из ловушки, в которой томился 18 лет своей жизни и решительно вступил на новый и таинственный путь свободы. Какие приключения его ждут на пути к его цели, школе ремесла? Какие необычные открытия и встречи принесет ему дорога через провинцию Бай Юнь? Не попробуешь, не узнаешь, а нам лишь остается пожелать ему удачи. Конец и тома. Глава 91. Только прибыл в город Янь-Линь, а кольцо уже украли. Провинция Бай Юнь располагалась на самой границе империи Тинь-Хунь. Шел восьмой месяц года, и сейчас вся провинция страдала от невыносимой затяжной засухи. Жара не ослабевала практически ни на день, а земля вся потрескалась, вымаливая у небес хоть немного влаги. Столицей провинции Бай Юнь был город Янь-Линь, символ богатства и процветания всего уезда. Город был настолько громадным, что, даже стоя на вершине ближайшей горы, невозможно было охватить его взглядом. Но самый большой интерес вызывал вид окрестностей столицы. Вся земля вокруг города была плотно усеяна бесчисленным количеством камней и скал. Какие-то из них представляли собой всего лишь булыжники, а какие-то достигали десятков метров в высоту, но все вместе выглядело, словно непроходимый каменный бор. Город Янь-Линь был защищен этими каменными джунглями со всех сторон. В заголовке почему-то был Янь-Линь, но далее в главе везде указывалось название Янь-Линь, так что, вероятно, просто опечатка. Правда, нет полной уверенности, в каком именно случае опечатка, так что пока что будет Янь-Линь, но в дальнейшем это может измениться. С восходом солнца на землю снова опустилось душно и жарко и покрывало. К югу от Янь-Линя показалась фигура в белых одеждах с соломенной шляпой на голове. Этот человек неспешно подвигался под палящими лучами к вратам столицы, он поднял голову и глянул в небо. Из-под края потрепанной шляпы показалось лицо юноши. Состояние шляпы, укрытые в рукавах руки, короткая простая прическа, внешность юноши была самой обычной. Единственной примечательной его чертой был взгляд, твердый и серьезный, вызывающий ощущение, что это честный и достойный доверие человек. Этим юношей, разумеется, был Байюнь-Линь, от самого Цуйлю и до Янь-Линя. Он неспешно путешествовал, преимущественно выбирая главные дороги и не сталкиваясь с какими-либо опасностями. По этой причине он впервые в жизни получал искреннее удовольствие от дорожной романтики и никуда особо не торопился. Юноша шел небыстро и немедленно, смакуя впечатления от новых мест и видов. Так что неудивительно, что до столицы провинции Байянь он добирался больше месяца. Почему преимущественно? Дело в том, что дней 20 назад Байюнь-Фэй решил срезать через короткий путь, где невозможно заблудиться. Где-то через полдня после этого он осознал, что дорога несколько отличается от той, что была изображена на его карте. Но прежде чем он осознал, что заблудился, Юнь-Фэй обнаружил себя в каком-то лесу. Судя по всему, быстро выбраться из этого леса не должно было стать проблемой, но в итоге, целые сутки блуждая по лесу, он наконец сумел выбраться из него, но его голова к тому времени уже гудела. К счастью, он почти сразу наткнулся на небольшую таверну на опушке. Довольно странное место для подобного заведения, но юноша без задней мысли решил остановиться здесь на ночь, чтобы быстро восстановить силы. На самом деле ему повезло наткнуться на одну из так называемых черных гостиниц, о которой часто болтали люди. Впрочем, сонное зелье, которым был отравлен колодец, из которого Бай Юнь-Фэй сразу напился, было недостаточно высокого качества. Этого с лихвой бы хватило на обычного человека, но Бай Юнь-Фэю, духовному практику на средней стадии ядра духа, хватило одного круга циркуляции духовной силы, чтобы нейтрализовать яд. Когда к нему с жадным блеском в глазах приблизились бандиты, их ждал большой сюрприз. Бай Юнь-Фэй отметелил их до полусмерти, заставив плакать кровавыми слезами и звать мамочку. Им еще повезло, что сквозь сопли и слезы они догадались поклясться, что хотели лишь ограбить его, а на чужие жизни они никогда не посягали. Удостоверившись, что они не лгут, Бай Юнь-Фэй отпустил полуживых бандитов с миром. Если бы он испытывал такую же холодную ненависть к преступникам, как и к своим врагам, то, наверное, испепелил бы их на месте. С большим трудом выбравшись на главный тракт, Бай Юнь-Фэй зарекся когда-либо ступать на малоизвестные дороги без проводника. После этого юноша смог, наконец, насладиться неспешным путешествием. И через сорок дней после ухода из Цуй-Люон, в конце концов, прибыл в провинцию Баянь. Увидев могучий каменный лес, окруживший громадный город, Бай Юнь-Фэй был поражен. Ни разу в жизни ему еще не доводилось видеть ничего похожего. Одно это величественное зрелище сумело слегка разогнать его усталость от долгого пути и поднять настроение. Пол пути уже пройдено. Я отдохну в этом городе в течение двух дней и продолжу свое путешествие. Такими темпами я уже очень скоро достигну провинции Пинчуани школы ремесла. С этими мыслями Бай Юнь-Фэй невольно ускорил шаг. Приблизившись к каменному лесу, Бай Юнь-Фэй обнаружил, что расстояние между каждой грудой камней на самом деле довольно большое. Некоторые глыбы были десятки метров в высоту, другие не превышали его роста. Попадались даже широченные валуны, обхватить которые, взявшись за руки, могла бы только дюжина людей. Выглядели они тоже по-разному, от высоких шпилей до глубоко погребенных под землей булыжников, выглядывающих на поверхность лишь самым краешком. В любом случае, ни один из камней, судя по всему, не выказывал намерения рухнуть в ближайшем обозримом будущем. Через этот каменный бор пролегал абсолютно прямой путь к городским воротам. Каменные истуканы по обеим сторонам от тракта выглядели так, будто стоят на страже и приветствуют усталых путников. Когда Юнь-Фэй вошел в город, то чуть не оглох, он еще ни разу в жизни не видел такого уровня процветания. Жизнь в столице кипела и била ключом. В прошлом, когда он прибыл в Цуэлю, то был поражен изобилием и жизненной энергией города, но в сравнении с Янилиним Цуэлю был словно неопытный деревенский колдун перед Архимагом. Улицы были в два раза шире, чем в Цуэлю. Даже пять или шесть повозок могли без проблем разъехаться по ним и еще бы осталось место для пешеходов. Даже ночью кипящая активность лишь слегка приглушалась. Улицы по-прежнему были полны народа. Время от времени по мостовой даже с грохотом проносились колесницы. По обеим сторонам улицы громоздились самые разные здания, а сама она тянулась насколько хватало глаз. Несмотря на то, что еще не совсем стемнело, на фасадах многих домов уже горели бесчисленные фонари. Но судя по отцветам из окон, внутри дома были освещены даже более ярко. Взгляд Байюньфуя уцепился за большое трехэтажное здание. Огромная вывеска на его стене гласила «Макпирок», явственно указывая на специализацию на пирожках на пару. Внутри было очень оживленно, это заведение явно ломилось от посетителей. Запах свежеприготовленных пирожков расходился по всей округе и заставлял нас и пешеходов невольно поворачиваться в эту сторону. Множество путешественников, только что вошедших в город и уставших с дороги, учуяв этот запах, светлели взглядом и устремлялись внутрь. Прим. Дубльвы. Китайские пирожки на пару, бацзы, базе, традиционная и очень распространенная выпечка с мясной или сладкой начинкой. Выглядят такие пирожки больше похожими, скорее, на манты, чем на пирожки. Вот картинка. Хатты тыпывал в Талисру Дубльвы. Пацантин Туплац 2016-10 позы бацзы йодпыгбайюньфой также ощутил требовательные сигналы, идущие из его желудка. Немного подумав, он решил, что это заведение было куда лучше, чем то, где он ел пироги в последний раз, закусочная счастливый пирог. Поэтому он также направил свои стопы в Макпирок. Официантка проводила его к месту на втором этаже, после чего представила богатый ассортимент различных видов пирожков. Слушая щебет официантки, расхваливающие их фирменные пироги, байюньфой устроил себе царскую пирожку. Он наконец понял, почему в этом заведении так много посетителей. После всех этих пирожков с самыми разными начинками мало кто останется недовольным. Уничтожив с десяток пирогов, байюньфой удовлетворенно отхлебнул чаю, поковырялся в зубах зубочисткой и попросил его рассчитать. Юноша поднялся, достал из кошелька несколько монет и протянул их официантке. После этого он развернулся к лестнице на первый этаж, а его кошелек незаметно исчез из его руки. Довольный жизнью байюньфой не особо смотрел по сторонам, покидая Макпирок. Между тем, когда он доставал из пространственного кольца и убирал кошелек, то удостоился внимательного, но незаметного взгляда. В углу второго этажа сидел ничем не примечательный мужчина средних лет со спутанными волосами. При виде кошелька юньфая глаза мужчины внезапно остро блеснули. Когда юноша спустился на первый этаж, этот человек быстро встал, расплатился и последовал за юньфоем, чуть ли не дыша ему в затылок. Но несмотря на то, что юноша был на средней стадии ядра духа, он не обратил на преследователя ни малейшего внимания. Улицы были по-прежнему ярко освещены, поскольку было еще не так поздно. На улицах было полно народу. Бай юньфой решил не спешить с поисками гостиницы, а сначала прогуляться по городу, почувствовать здешний воздух и прикупить несколько вещей. Через полчаса юноша сделал неожиданное открытие. В этом городе проживало немало духовных практиков. Уникальный и мощный запах духовной силы практиков резонировал друг с другом. Пусть узнать настоящую силу духовного практика было невозможно, но понять, что человек обладает духовной силой можно было довольно легко, если только он не был намного могущественнее. Прим. Дубльвы. Вот на этом месте у меня появилась ко втору пара вопросов по поводу некоторых событий в прошлых главах ну да что уж тут поделаешь на глаза юньфою попалось несколько духовных практиков, даже не пытавшихся скрывать своей силой и высокомерно запугивавших горожан, которым не посчастливилось заступить им дорогу. Судя по всему, для них такое поведение было вполне в порядке вещей. Эти духовные практики шли и смеялись, словно весь мир принадлежал им, будто кроме них на улице больше никого не было. Неужели даже жалкому адепту духа на средней стадии позволено такое высокомерие? Неужто они не боятся разозлить других духовных практиков, может быть они принадлежат к одной из самых влиятельных сил города? Бай Юньфой увидел, как один из них отшвырнул с пути человека, не успевшего вовремя отойти, и сузил глаза. Но обнаружив, что несколько человек, которые повалились на землю в результате этого инцидента, склонились и припали к земле, униженно прося прощения, юноша мог лишь в раздражении покачать головой. Решив оставить все, как есть, он повернулся и продолжил свою прогулку. Но стоило ему повернуться, как он тут же столкнулся с не успевшим увернуться человеком. Сам Бай Юньфой в результате столкновения не сдвинулся ни на дюйм, а его жертва, вскрикнув, повалилась назад. Удивленный Юньфой инстинктивно протянул руку и ухватил пострадавшего за запястье. Ошарашенный мужчина также ухватился за его руку и успешно избежал падения. «Эй, да что с тобой не так, смотри по сторонам, прежде чем так внезапно разворачиваться?» досадливо воскликнул, потирая ушибленное правое плечо. Этот субтильный на вид мужчина, «Ох, прошу прощения, не ожидавший того, что другая сторона заговорит первой», Бай Юньфой на миг растерялся. Он не стал поднимать бучу, и после нескольких слов извинения его несчастная жертва, борча на ходу, продолжила свой путь. Слегка тряхнув головой, Бай Юньфой выкинул из головы это происшествие и зашагал дальше. Но едва он успел сделать пару шагов, как его брови внезапно нахмурились. «Какое странное чувство, не пойму, что не так». В следующую секунду Бай Юньфой тихо ахнул. Он поднял к лицу правую руку и выпучил глаза, отказываясь верить в реальность происходящего. Пространственное кольцо с безымянного пальца его правой руки исчезло. Глава 92. Вор у него, ядра духа на средней стадии, при свете дня украли кольцо прямо с руки. Бай Юньфой пару секунд ошеломленно пялился на свою руку, прежде чем в его голове что-то щелкнуло, и он резко развернулся. Это тот парень только что, больше некому. Бай Юньфой с узившимися глазами оглядывал толпу. Но как, как он сумел снять с меня кольцо, да так ловко, что я даже этого не заметил. Да и потом, он же даже не духовный практик. Как, Бай Юньфой быстро оглядел всех и каждого в радиусе нескольких сотен метров, но так и не смог обнаружить фигуру человека, который в него врезался. Отсутствие результата привело его в еще большее изумление. Расслабив напряженные глаза, Бай Юньфой внезапно подумал о чем-то и невольно издал легкий смешок, как я мог забыть, с этим, пока он не покинет Янь-Линь я смогу найти его, где бы он не спрятался. Паршивец, ты действительно думаешь, что можешь вот так просто взять и украсть мое пространственное кольцо? Юньфой задумчиво почесал подбородок, но как он вообще узнал о том, что у меня есть пространственное кольцо? Он следил за мной? Не помню, что бы видел его раньше. Неужели я стал таким беспечным? Или, возможно, он знает какой-то способ скрывать присутствие? Ладно, с этим можно будет разобраться позже. В первую очередь я должен вернуться свое кольцо. Бай Юньфой принял решение и, отбросив сомнения, закрыл глаза. Стоя посреди оживленной улицы, он пытался нащупать что-то своим восприятием. Для какого-нибудь другого духовного практика эта ситуация могла бы стать проблемой, однако для Юньфой определить местонахождение своего пространственного кольца было проще простого, ведь внутри него находилось его багровое копье – язык пламени. Как и говорил Хунынь, огненная жала и язык пламени были личными духовными предметами Бай Юньфой. Между ними была особая связь, так что Бай Юньфой легко мог ощутить присутствие языка пламени, даже если он находился в пространственном кольце. Несколько секунд спустя Бай Юньфой распахнул глаза, а на его губах заиграла улыбка. Свернув в переулок по правую руку, юноша без тени сомнений побежал вперед. Хотя юноша и подумал об этом, как о переулке, но по ширине он не уступал главным улицам некоторых других городов. Это был просто быстрый путь на другую оживленную улицу, но здесь также хватало людей, а по обеим сторонам расположились лавки и лоточники. Следуя инстинктам, Бай Юньфой быстро добрался до середины людского потока, после чего неожиданно начал замедляться, устремив наполненный подозрительностью взгляд на шагающих по своим делам людей. Сузив глаза, он пристально изучал прохожих, пытаясь заметить хоть малейшие несоответствия. Наконец, выйдя из переулка, Бай Юньфой просветлел лицом, будто совершив какое-то открытие. Без дальнейших колебаний он резко ускорился и заступил дорогу определенному человеку. Мальчик, тебе что-то нужно? От человека, которого остановил Бай Юньфой, послышался старческий голос, следом послышалось усталое покашливание, это был 70-летний старик. Бай Юньфой долгим взглядом всмотрелся в этого мужчину, но как ни посмотри, это был лишь обычный старик. Мутноватый взгляд, сгорбленная спина, с явным трудом поддерживаемая обеими руками, морщинистое лицо. Однако, глаза Юньфой засверкали, он без лишних слов внезапно выбросил вперед правую руку и ухватил старца за плечо. Мальчик, ты что ты делаешь? Старик в изумлении отшатнулся, он попятился с таким видом, будто рухнет в любой момент. Блеск в глазах Бай Юньфой лишь усилился, он сделал шаг, активируя волновую поступь, и в один миг оказался прямо возле старика. Под удивленными взглядами окружающих Бай Юньфой схватил левую руку мужчина и поднял ее перед собой. Спрятанная в рукавах кисть старца была удивительным образом лишена старческих морщин. Это была полная юность и энергия рука и, что еще важнее, на указательном пальце блестело черное кольцо, это было пространственное кольцо Юньфая. Прежде чем мужчина успел отреагировать, Бай Юньфой уже забрал свое кольцо. Глядя на застывшего старца, Бай Юньфой мрачно произнес, говори, зачем ты украл мое пространственное кольцо, и как ты сумел так сильно изменить свою внешность? Отвечай честно, и я, юноша даже не успел договорить, как взгляд замерзшего перед ним человека внезапно изменился. Мутные глаза сверкнули энергией, и старик усмехнулся. Бай Юньфой ощутил пустоту в ладони, когда запястье, которое он плотно сжимал, неожиданно слегка уменьшилось и выскользнуло из хватки. Сгорбленная спина старика тут же распрямилась, ни малейшего ощущения старости от него уже не исходило. Мужчина слегка топнул по земле и мгновенно проскользнул мимо Бай Юньфой, направляясь в сторону другого переулка. В глазах юноши засияли странные огоньки. Он стремительно развернулся на пятках и бросился в погоню, преследуя преступника по пятам. Вор пронзил толпу и уже почти добрался до переулка, однако внезапный порыв ветра пронесся мимо и перед ним внезапно будто из воздуха соткалась призрачная фигура. Бай Юньфой снова заступил ему дорогу и без лишних слов ударил кулаком ему прямо в грудь, не имея возможности уклониться. Мужчина успел лишь закрыться от удара двумя руками, раздался хлопок, и его отнесло назад. Бай Юньфой не использовал искусство наложения волн, иначе бы из-за отдачи он бы тоже отшатнулся. Тыцы, как же мне так свезло нарваться на такую занозу в заднице. Лицо мужчины посерьезнело, а глаза выдавали намек на досаду. Отскочив на несколько шагов назад, он уставился на Юньфая настороженным взглядом, в то время как вокруг него начали собираться голубые нитицы. Ничто в нем уже не напоминало старика. Как по внешности, так и по движениям он определенно был весьма молод. Ранняя стадия ядра духа. Брови Юньфая взлетели вверх. Еще секунду назад духовной силы в нем практически не ощущалось, вплоть до того, что я принял его за обычного человека. Но теперь этой энергии достаточно, чтобы понять, что он на ступени ядра духа. Он скрывал свою силу, но как он это сделал? Мальчик, ты уже вернул свою вещь, не стоит задираться. Оставь меня в покое, и мы сделаем вид, что этого не происходило. Пока Юньфая размышлял, его противник воспользовался случаем, чтобы заговорить. Его голос также изменился, совершенно не напоминая прежнее дребезжание. Теперь это был молодого человека, в точности как у того, кто и украл у него пространственное кольцо. Бай Юньфой слегка опешил от такой наглости и хихикнул. То есть, ты не сделал ничего плохого? Ты украл мою вещь? Откуда такая дерзость? Значит, по-хорошему ты меня не отпустишь? Взгляд противника ожесточился. Холодно усмехнувшись, он слегка присел и, словно порыв ветра, устремился к Бай Юньфаю. Ты хочешь драться? Тогда начнем. Ха, почему эти слова звучат так знакомо? Бай Юньфой скривил губы. Он дождался, когда его противник приблизится, а затем сделал короткий шаг назад, одновременно поднимая правую руку. Что-то красное сверкнуло в его руке, прежде чем он схватил этот предмет и обрушил его на приближающуюся фигуру. Это был тот самый кирпич. Глава 93. Всякая ссора красномером бам. Когда кулак незнакомца столкнулся с кирпичом, Бай Юньфой слегка отпрянул, гася импульс. Его противник, удивленно вскинув брови, также отшатнулся на пару шагов. Юньфой не выказывал никакого желания его преследовать и просто остался стоять, где стоял. Он знал, что этот человек хочет воспользоваться толпой, чтобы сбежать, поэтому заблокировал выход из переулка. До другого конца переулка было довольно далеко, так что Бай Юньфой был уверен, что сможет его догнать, если тот попытается сбежать с той стороны. С боков улочка была зажата высоченными стенами, поэтому помешать ему взобраться наверх также было не проблемой. К кирпич, непроизвольно выдохнул мужчина, уставившись на предмет в руках Юньфая и потрясая правой кистью. На его лице возникло непередаваемое выражение, которое в следующую секунду смыло злостью. Мальчик, что за детские игры? Мы оба духовные практики, прояви хоть немного уважения, а, ты действительно хочешь, чтобы меня поймали и посадили в тюрьму? Городские власти не слишком-то охотно вмешиваются в дела духовных практиков, ты в курсе? Если ты побеспокоишь правителя города, то это не принесет тебе ничего, кроме проблем. Ты уже забрал свое пространственное кольцо, так что никакого ущерба не понес. Только не говори мне, что я должен заплатить за свой проступок жизнью. Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже истекал кровью, Бай Юньфой смирил его взглядом. Я не думал, что духовный практик на ступени ядра духа может опуститься до банального воровства. Спасибо тебе за ценный опыт, я отпущу тебя, но перед этим ты должен пообещать мне одну вещь. Говори, процедил неудавшийся вор сквозь зубы, понимая, что он не в том положении, чтобы торговаться. На губах Юньфу я заиграла слабая улыбка. Меня очень заинтересовали твои техники перевоплощения, способность скрыть свою духовную силу, так чтобы тебя невозможно было отличить от обычного человека, уже поразительно. Но ты также способен полностью изменить свою внешность. Это духовная техника, если ты передашь мне две эти техники, то я тебя отпущу. Что? Глаза незнакомца недоверчиво расширились, однако уже в следующую секунду они начали наливаться кровью. Затем мышцы его лица задергались с такой силой, что все его тело сотрясла крупная дрожь, не скрывая годливости, он рявкнул. Так тебе тоже нужны секреты моей семьи, ты точно такой же, как и те. Подобные тебе убили всю мою семью ради этих секретов, теперь вы решили из-за меня взяться. Не думай, что сможешь получить что-то от моего мертвого тела, а лучше, сдохни сам. Ненависть в его глазах вспыхнула с такой силой, что, казалось, могла прожечь насквозь, а его речь стала практически бессвязной. Незнакомец до хруста стиснул зубы и сдал приглушенный горловой вой и с безумным видом бросился на Юньфая. Лазурные потоки силы завихрились вокруг него еще быстрее, чем раньше. На бегу он слегка дернул правой рукой и извлек из воздуха зловещий черный кинжал. В мгновение ока подскочив к Бай Юньфаю, он пырнул его прямо в грудь. Бай Юньфай был ошеломлен. Он и не думал, что его противник не с того придет в такое бешенство. Однако эти кроваво-красные глаза на миг заставили его сердце дрогнуть. Юньфай уже видел такие глаза. Точно так же глядел Ильич Инфын, терзаемый убийственной ненавистью к бандитам. Это было застарелое, темное чувство, идущее из самых мрачных глубин человеческой души. За то время, что он стоял столбом, кинжал уже приблизился к нему на опасное расстояние. Сверкнув глазами, Бай Юньфай отшагнул назад и уклонился от удара. Он не стал контратаковать, лишь сделал несколько быстрых шагов влево. Но кто мог ожидать, что его противник плюнет на все, на баланс, на защиту и, мгновенно перекинув кинжал в левую руку, снова упрямо попытается вонзить клинок в живот Юньфая. Брови Юньфая взлетели вверх, однако его тело не переставало двигаться ни на секунду. Юноша завалился в бок, словно шалтай-болтай, ударив кирпичом по левой руке противника, после чего слегка крутнулся и обрушил свое оружие на его другое плечо. Буф! Раздался негромкий хлопок, и тело незнакомца ни с того ни с сего неожиданно легко отлетело в сторону. Разумеется, это сработал эффект подбрасывания. Мужчина пролетел несколько метров по воздуху, после чего еще несколько метров кубарем прокатился по земле с выражением бескрайнего удивления на лице. Бай Юньфой не стал за ним гнаться, вместо этого крикнув «Эй, ты, тебе не кажется, что ты меня с кем-то путаешь?» Не слишком ли бурная реакция на одну простую фразу? Все еще потрясенный незнакомец поднял голову и поглядел на Юньфая. Его брови поползли вверх, а в голове, судя по всему, прояснилось. Глаза также вернулись в свое обычное состояние. Наконец он сдавленно выдохнул и проговорил себе под нос «Это было близко, я потерял контроль после одной единственной фразы, мне повезло, что это не серьезный бой, иначе, нет, я должен научиться подавлять свою ненависть. Цзин Минфын, когда ты станешь по-настоящему сильным, ты не должен позволять себе снова действовать так опрометчиво». Придя в себя, Цзин Минфын взмахнул рукой, убирая кинжал. После этого он снова посмотрел на Юньфая и с некоторой неловкостью почесал голову, словно разговаривая со старым другом, он протянул «Ох, и правда я слегка оплошал, потерял контроль, маленький брат, моя голова сейчас будто в тумане, пожалуй, мне придется обратиться к врачу, так что я не буду тебя больше беспокоить, бывай». После чего с самым естественным видом развернулся и зашагал к выходу из переулка. Бай Юньфая аж перекосила от его непосредственности. Губы юноши дрогнули в замешательстве, он не знал, то ли ему смеяться, то ли плакать, наконец он рявкнул. «Эй, ты думаешь это все? Ты по-прежнему мне должен за то, что пытался украсть мое кольцо». Цзин Минфын застыл на полушаге, тяжело вздохнув про себя, он обреченно повернулся к Юньфаю. «И что же, по-твоему, должно произойти? Что ты имеешь в виду? Думаю, ничего страшного не произойдет». Угу невозмутимо откликнулся юноша, его голос звучал расслабленно, по какой-то причине вся злость на этого воришку ушла из его сердца, он даже почувствовал некоторые чувства товарищества. Что-то вроде мысли, мол, занятный парень. Возможно эта перемена была вызвана этим исполненным жгучей ненавистью взглядом, за которым крылась неизбывная печаль. Бай Юньфай посмотрел на встревоженное лицо Цзин Минфына, и его лицо внезапно пересекла странная улыбка. «Ощущая нехороший холодок между лопаток, Цзин Минфын отступил на шаг и, зайкаясь, произнес, «Чи-че, что ты задумал? Ха-ха». Бай Юньфай издал смешок, многозначительно взвешивая в руки кирпич. «Если бы не тот факт, что у меня был особый метод тебя отыскать, то я остался бы без своего пространственного кольца. Это действительно стало бы тяжелым ударом для меня. Если просто отпущу тебя сейчас, то никогда себе этого не прощу. Давай-ка проведем еще несколько раундов». С этими словами, даже не дожидаясь реакции противника, Бай Юньфай размазался от скорости, практически мгновенно оказавшись рядом с Цзин Минфыном, после чего хладнокровно опустил кирпич ему на грудь. Незадачливый вор был в шоке, но в последний момент все же машинально уклонился. Однако Бай Юньфай легко разгадал его маневр и изменил траекторию удара, так что кирпич все равно угодил ему прямо в грудь. Мужчина слегка отшатнулся, он почти не получил урона, да и никаких неожиданностей не произошло. «Хэй, что ты делаешь, что за духовный практик будет использовать для боя кирпич?» прокричал Цзин Минфын, делая несколько торопливых шагов назад, но юноша его проигнорировал. Его противник был чрезвычайно быстрым из-за изначального сродства с элементом ветра, однако Юньфай был на уровень выше, да и волновая поступь была чрезвычайно эффективной техникой маневрирования, так что сбежать из переулка было практически невозможно. «Ты меня слушаешь?» Цзин Минфын поднял руку, чтобы заблокировать очередной удар, и в следующий миг его словно ветром сдуло. Его фраза оборвалась на середине, однако далеко он не улетел, поскольку позади него была стена. Цзин Минфын поднялся, отряхиваясь, видимых повреждений на нем не было, но он в полном замешательстве уставился на кирпич в руке Юньфыя, что, черт возьми, это было. Бай Юньфын усмехнулся и снова устремился вперед. Эта битва проходила в глухом переулке, снаружи можно было лишь слышать периодические приглушенные хлопки, неповторимые хрюкающие звуки и тяжелые удары о стены. Цзин Минфын был весь в грязи и саже, словно бездомный бродяга. В процессе экзекуции его светлый парик уже давно отлетел в сторону, а под ним обнаружились короткие черные волосы. В сочетании со старческими морщинами, которые до сих пор пересекали его лоб, он представлял собой гротескное зрелище. Попятившись на четвереньках, словно ишак, чтобы уйти от очередного удара, он наконец не выдержал. Ты, может, уже хватит? Я уже семь раз отправлялся в полет, и лишь небесам известно, почему. Я действительно озверею, если это повторится еще хотя бы раз. Бай Юньфын затормозил, озадаченно посмотрев на кирпич в своей руке. Хо, семь раз уже? Что ж, ладно. Цзин Минфын выдохнул с облегчением. Он уже собирался что-то сказать, но следующие слова Юньфын заставили его похолодеть. Тогда еще один раунд, собери всю свою удачу. Я, Цзин Минфын не успел даже горестно взвыть, прежде чем кирпич ударил его в плечо. Ничего. Впрочем, кирпич тут же дернулся назад и снова стукнул его в то же плечо. Лицо Цзин Минфына потемнело, когда он осознал, что упустил свой шанс уклониться, а в следующую секунду его тело снова закувыркалось в воздухе. Проехавшись животом по земле и кое-как поднявшись, мужчина увидел, что Бай Юньфын больше не пытается к нему приблизиться. Не желая оставаться здесь ни секундой дольше, Цзин Минфын развернулся и побежал кто знает, вдруг этот тип снова захочет испытать его удачу. Эй, теперь мы квиты, я больше не буду тебя бить. Меня зовут Бай Юньфын, а как твое имя? От улыбавшейся фигуры, оставшейся позади, донесся крик. Цзин Минфын притормозил на секунду, но вместо того, чтобы развернуться, он рванул прочь с удвоенной прытью. Как только Цзин Минфын завернул за угол, да Юньфын донесся его приглушенный, но яростный крик. Квиты, черта с двамы квиты. Мальчик, я, Цзин Минфын, не забуду сегодняшнего унижения. Жди, расплата будет суровой и неотвратимой. Бай Юньфын вскинул брови и удивленно покачал головой. Я лишь пару раз треснул тебя кирпичом, даже царапины не оставил. Какой мелочный. Глава 94. Цзин Минфын собирается нанести ответный удар. Бай Юньфын пожал плечами, проигнорировав воинственные слова Цзин Минфына, и развернулся, собираясь покинуть переулок. Но стоило ему убрать кирпич в пространственное кольцо, как юноша внезапно застыл. Уставившись на кольцо, он прищурился и пробормотал. Черт, когда я забрал свое кольцо, оно было надето на его палец. Это значит, что он уже знает об особых эффектах этого предмета. Если он сумеет, немного обдумав сложившуюся ситуацию, Бай Юньфын тряхнул головой со словами. От него веяло тем же запахом, что и от Чинфына. Кроме того, он потерял контроль над собой буквально после пары слов. Скорее всего, ему не сладко пришлось, особенно если весь его клан действительно был истреблен Акх. Это же означает, что он совсем один. Множество людей желает убить его ради секретных знаний. Это же один в один моя ситуация. Наверное, поэтому он вызвал у меня такую симпатию. Впрочем, даже если он и знает об уникальных свойствах этого пространственного кольца, то все равно не сможет понять, в чем тут дело. Мн, а если его это заинтересует, то, возможно, удастся заключить с ним сделку. Бай Юньфын оглянулся в ту сторону, где исчез Цзин Минфын. После того, как он тщательно все обдумал, его лоб наконец разгладился, и юноша зашагал прочь. Тем временем, Цзин Минфын быстро прошел две улицы и, не теряя бдительности, нырнул в одну из подвернувшихся гостиниц. Сняв комнату, он прошел внутрь и закрыл за собой дверь, настоятельно приказав слуги его не беспокоить. После этого он скинул свой потрепанный балахон и достал новое лазурное одеяние. Взмах руки, и в его правой руки показалось небольшое зеркало. Цзин Минфын посмотрел на свое отражение, и его лицо скривилось в болезненной гримасе. Затем он приблизил зеркало, так чтобы в нем крупным планом отражались его глаза, и сосредоточился, будто пытаясь взять что-то под контроль. Миг спустя морщины на лице мужчины причудливым образом зашевелились, прежде чем раствориться без следа. Его нос также начал менять форму и размер, подбородок расширился, а щеки начали вытягиваться. Рот, брови, лоб все его лицо задвигалось, полностью меняя свои очертания. Не прошло и минуты, как старческий лик превратился в симпатичное лицо 20-летнего молодого человека. Последний раз взглянув на приятную внешность молодого студента, Цзин Минфын удовлетворенно кивнул и сказал сам себе, «Угу, сойдет, пока что я буду использовать это лицо». Он убрал зеркало и внезапно ощутил легкую усталость во всем теле. Шагнув к кровати, он повалился на нее и спустил долгий вздох, опустевшим взглядом уставившись в потолок. «Я думал, что нашел наивного паренька, который отправился в мир искать свою судьбу, но кто мог предположить, что он окажется сильнее меня и, вдобавок, сумеет меня отыскать». Цзин Минфын задумчиво припомнил свою первую встречу с Бай Юньфыем. «Мои искусства сокрытия духа и техника изменения облика совершенно безупречны. Даже предок духа бы не сумел меня обнаружить, так как он меня так быстро нашел, возможно проблема не во мне, а в пространственном кольце, его глаза внезапно заблестели. Наверняка, после того, как он меня нашел, он тут же схватил меня за левую руку, на которой было кольцо. Очевидно, он мог точно чувствовать месторасположение кольца. Эх, как жаль, что я даже не успел заглянуть внутрь. Но все же это кольцо». Брови Цзин Минфына сошлись на переносице, будто он столкнулся с какой-то нерешаемой загадкой. Когда я его надел, то ощутил нечто странное, будто прилив сил. Если бы только у меня было хоть чуть-чуть больше времени, чтобы его изучить, тогда бы я мог сказать наверняка, показалось мне или нет. А еще этот безумный кирпич. Впервые вижу, чтобы духовный практик использовал кирпич в качестве оружия. И ведь совершенно очевидно, что это был не какой-то обычный кирпич, пусть его и нельзя назвать духовным предметом, но это что-то явно близкое. Мое тело взмывало в воздух с такой легкостью, что просто не верится, а еще это странное затуманенное состояние, которое я ощутил в какой-то момент. Может, он использовал какие-то духовные техники, которые предназначены исключительно для кирпича. Это просто смешно, я столько всего повидал, но ни разу не слышал ни о чем подобном. Бай Юнь Фэй ХМПФ. Я запомню этот день. Ты играл со мной, как с обезьянкой, но рано или поздно ты осознаешь, насколько опасно меня злить. Цзин Мин Фэн издал гневный рык. Он не думал о том, что это он спровоцировал Бай Юнь Фэй ХМПФ своими действиями, в результате чего и получил по заслугам кирпичом. Немного передохнув, Цзин Мин Фэн вышел из комнаты и покинул гостиницу, сразу же смешавшись с оживленной толпой. Если бы он сейчас прошел мимо Юнь Фэй ХМПФ, то даже тот бы не догадался, что это тот же самый человек, который украл его пространственное кольцо. Цзин Мин Фэн шел по улице, разглядывая витрины, с таким видом, будто искал какую-нибудь редкую книгу почитать, идеальный образ ученого мужа, погруженного в свои мысли. На самом же деле его глаза внимательно и цепко сканировали улицы в поисках новой жертвы. Ахо-хо, хоть это и самый процветающий город в провинции Байянь, населенный множеством духовных практиков, почему мне до сих пор не попался ни один с пространственным кольцом? Проворчал про себя Цзин Мин Фэн, оглядывая толпу. Вот бы мне еще раз попался какой-нибудь напыщенный практик, бахвалящийся богатством перед своими детьми. То, что хранилось в пространственном кольце, которое я позаимствовал у четвертого мастера семьи Чинь, язык бы не повернулся назвать мелочевкой. Я без труда поменяю это потом на деньги и духовные кристаллы. В этот момент он заприметил пару надменных духовных практиков на другой стороне улицы и презрительно скривил губы, подумав, лишь идиоты демонстрируют свою силу на публике. Остается лишь удивляться, как этот высокомерный мир духовных практиков еще не вымер. Мисс уже смеркается, почему бы нам не вернуться в гостиницу, мы можем докупить все необходимое завтра. Цзин Мин Фэн как раз проходил мимо магазина одежды, когда до его слуха донесся женский голос, пытаясь расслышать ответ. Молодой человек слегка нахмурился, но в следующий миг его брови взлетели вверх. Духовный практик, и сильный к тому же, в очень просторном магазине у прилавка виднелись две фигуры. Ближе к выходу стояла сильная на вид женщина средних лет, она была довольно рослая, не ниже самого Цзин Мин Фэна. Со стороны могло показаться, что, вероятнее всего, эта женщина была домохозяйкой, привычной к тяжелому труду в деревне, однако Цзин Мин Фэн не смел ее недооценивать. Он хорошо умел вычленять из толпы духовных практиков, и эта женщина навскидку была не ниже ядра духа. В настоящий момент она как раз складывала все купленное в свое пространственное кольцо, параллельно разговаривая с другой женщиной. Присмотревшись, Цзин Мин Фэн невольно задержал дыхание. Это была девушка в белом платье и с чудесными волосами, волнами опускающимися ниже плеч. Отблеск свечей на белоснежной коже лица придавал ей слегка смущенный вид. Пусть молодой человек и увидел ее лишь украдкая издалека, но с уверенностью мог сказать, что незнакомка была невероятно красива. Застыв на мгновение, Цзин Мин Фэн яростно тряхнул головой и снова притворился случайным прохожим, мерно зашагав дальше. Когда расстояние между ним и двумя незнакомками сократилось, рослая женщина вдруг настороженно зазиралась, будто что-то почуяв. К счастью, аура Мин Фэна сейчас ничем не отличалась от обычного человека, так что она не обратила на него внимания. Члены семьи Цзин не крадут у бедных стариков, женщин и детей. Я найду другую цель, подумал он про себя. Задумавшись, Цзин Мин Фэн прогулочным шагом добрался до другого района и внезапно встал как вкопанный, будто призрака увидел. Несколько секунд спустя на его лицо выползла злорадная улыбка, а глаза яростно вспыхнули. Хе-хе, Бай Юнь Фэй не думал, что так скоро найду чудесный способ отомстить. Что ж, скоро ты поймешь весь смысл поговорки «Придет беда», «Проймет слеза». Миновав несколько улочек, Бай Юнь Фэй нашел обычную на вид гостиницу и заперся у себя в номере, усевшись на кровати со скрещенными ногами. Почему мне вдруг стало так неуютно? Такое чувство, что вот-вот случится что-то плохое. После нескольких секунд напряженных раздумий Бай Юнь Фэй покачал головой и подумал про себя. «Это просто мое воображение. Я еще не успел нажить себе врагов в этом месте. Думаю, не стоит считать врагом этого Цзин Мин Фэна». Глава 95. Коварный план Цзин Мин Фэн быстро огляделся по сторонам и забежал в подворотню, после чего притворился, будто от кого-то прячется. А сам тем временем опустил голову и зажмурился, словно мучительно пытаясь что-то вспомнить. Через секунду он забормотал себе под нос, худощавое телосложение, широкий лоб, подбородок. Пока он вспоминал, мышцы его лица начали подергиваться и извиваться. Через 10 секунд он открыл глаза и поднял голову. Теперь его лицо выглядело совершенно иначе. А именно, он процентов на 70-80 напоминал Бай Юнь Фэя. «Угу, это лучшее, что я смог вспомнить. Ну, пусть и не идеально, но сходство несомненно. По крайней мере, для моей задачи должно хватить». Молодой человек удовлетворенно кивнул. Чуть подумав, он добавил. К тому же, у него короткие волосы, какое облегчение. После этого он изобразил на этом лице, крайне напоминающем Бай Юнь Фэя, дьявольскую улыбку. Если бы Юнь Фэй его сейчас увидел, то врезал бы, не задумываясь, поскольку эта ухмылка была слишком уж вульгарной. Ах да, не время для самолюбования. Цзин Мин Фэн посерьезнил. Он тут же бодро зашагал по дороге, направляясь к ближайшей лавке тканей. К этому моменту посетителей в лавке уже практически не осталось. Привстав на цыпочки, Цзин Мин Фэн внимательно осмотрелся вокруг и на его лице внезапно проступил восторг. Он заметил две знакомые фигуры в нескольких сотнях метров отсюда, которые как раз собирались сворачивать в переулок на правой стороне улицы. Ха-ха, огромное спасибо, что выбрали этот безлюдный переулок. Это сильно сэкономит мне время. Цзин Мин Фэн зловеще хихикнул и стремительно бросился вдогонку. Улица, на которую свернули девушки, была гораздо более пустынной и спокойной. Час уже был довольно поздний, и все торговцы уже свернули свои лотки, отправившись по домам. Лишь из нескольких окон лился приглушенный свет, который, смешиваясь с сиянием яркой луны, освещал мостовую. «Мисс, почему бы нам не задержаться в Янлине на несколько дней? Мы покинули дом уже два месяца, как и за это время вы так ни разу толком и не отдохнули?» Рослая женщина обратилась к девушке ласковым и заботливым тоном. «Нет необходимости, тетушка Чжаа, ты думаешь, практик на поздней стадии воина духа, вроде меня, не сможет справиться с легкой усталостью?» Девушка повернулась к ней с ясной улыбкой. Она подняла левую руку и изящным жестом заправила несколько выбившихся прядей за ухо. Ее кожа была чиста и свежа, словно у младенца, а брови выгибались, как ивовые прутья. Ее светлый взгляд, казалось, разгонял ночную темень, а когда она подняла голову полюбоваться звездным небом, сияние ее глаз начало пульсировать в унисон с этими звездами. «Да и потом, мы здесь уже и так провели двое суток. Я знаю, ты хочешь, чтобы я отдохнула подольше, потому мы сегодня ничего толком и не купили. Но я чувствую, что этого достаточно. Завтра мы найдем все необходимое и поспешим в путь». И девушка оглянулась назад и всмотрелась в ту сторону, откуда они шли, после чего неспешно продолжила. «Чем быстрее мы доберемся до нужного места, тем быстрее ты сможешь вернуться домой присматривать за матушкой». Тетушка Джа нахмурилась и вздохнула. «Мисс, на самом деле вы, тетушка, я знаю, что ты собираешься сказать, не стоит меня жалеть». Девушка покачала головой. «Я восемнадцать лет терпела, прежде чем смогла вырваться из этой домашней клетки. Я просто хочу следовать своим желаниям. Если у меня будет достаточно могущества, чтобы разорвать цепи, которыми они ее сковали, а сами эти люди, честно сказать, меня совершенно не волнуют. Впрочем, они принесли немало страданий матушке. Настанет день, когда я обязательно верну им этот должок в десятикратном нет, в стократном размере». К концу тирада ярость в глазах девушки начала разгораться все ярче и ярче, но за этим жарким огнем также возникли отголоски беспомощной печали. Губы тетушки Джа болезненно скривились, подавленность девушки отражалась и усиливалась в глазах ее спутницы. Женщина уже хотела что-то сказать, как вдруг ее взгляд метнулся в сторону, и она гневно рявкнула. «Юнец, ты чего-то хотел». Как только она договорила, последовал мощный всплеск энергии, и оранжевое кольцо света метнулось к ним. Из темноты вынырнула чья-то правая рука, попытавшаяся в совершенно развратной манере ухватить девушку за задницу. Тетушка отреагировала мгновенно, однако хозяин руки явно просчитал ее действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...